Прошу прощения за небольшую задержку, да, просто YouTube выкинул меня внезапно прямо перед этим и пришлось там опять заходить через сложные перепеть и двухфакторной аутентификации. Сопротивление, но все равно будем проводить, потому что это наша цель, наша задача. Итак, сегодняшний вебинар посвящен играм. Помашите ручкой в чат, скажите, что вы меня видите, что вы меня слышите, что все работает, что все функцилирует как должно и все в порядке, и все хорошо. Хорошо, первое сообщение, которое надо написать. Второе сообщение, которое надо написать, это оценить субъективно свой уровень в играх в ЕГЭ по информатике. Давайте помашем мне ручкой и скажем, что вы шарите игры на там 0 баллов из 10, 2 из 10, 7 из 10, 3 из 10, 5 из 10. Я чекну чатик. Че, че, че? Доброе утро, работа. А почему чат черный? Потому что я белый, поэтому чат черный. Это же максимально логично. Разве нет? Я белый, доска белая, чат черный. Красотища. Ну, разве нет? Итак, хорошо. Готово. Начинаем. Значит, немножко про игры. Потом немножко про курс, который вас ждет с января. Там я задумал просто полное мясо. Че, такая тичь. Ладно, расскажу позже. Расскажу позже. И позже еще немножко про игры. В общем, сегодня бомбим, бомбим, бомбим игры. Игрища просто. Просто решаем в диких объемах игры, потому что такова наша жизнь. Так, 8 из 10, 7 из 10, 7. Так, 0, 0, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 6. Уф, уф, уф. Так, ну что ж. Три без проги. С прогой вы, видимо, хорошо решаете. Я понял. Хорошо. Ну что ж, давайте разбираться. Как вообще, из чего состоит любая задача на игре? Ну, давайте решать самая дефолтная задача сегодня. Ну, мы научимся сегодня просто их очень хорошо решать. То есть, разбираться прямо откуда, что находится, как там работает и так далее. Вот. Типичная задача будет состоять из двух кучек камней. То есть, у нас есть две кучи. А, Б. И с ними можно делать какие-то действия. Типа там, что-то прибавлять, что-то вычитать, что-то как-то куда-то там умножать или еще что-то такое. Типа какие-то действия. И обычно победа наступает, когда суммарное количество камней достигнуто до какого-то уровня. Ну, вот, например, типичная задача. Давайте я возьму там какую-нибудь задачу, чтобы не случайная была задача. Ну, вот, например, за один ход можно добавить четыре камня или увеличить количество камней в два раза. Вот такая задача. То есть, за один ход можно либо сделать А плюс 4, Б. Либо сделать А, Б плюс 4. Либо умножить на 2. То есть, 2А, Б. Ну, либо, соответственно, А и 2Б. Ну, то есть, мы количество камней в каждой куче будем обозначать в виде вот такой вот скобочной позиции. То есть, в скобках писать два числа. А и Б. В зависимости от этого, соответственно, дальше отталкиваясь. Смотреть, что там происходит. Что мясо, помидорки, почему-то здесь не понял. Ну, ладно. Вот такие вот у нас есть варианты возможных ходов в этой задаче. При этом, игра завершается, когда суммарное количество в двух кучах становится не менее 56. То есть, суммарное количество больше либо равное 56. Сумма. Это условие победы. И вот у нас про такую задачу будет сформулировано три вопроса. Если мы начинаем из позиции 7С. То есть, первый ход делает первый игрок с буквой П. Типа Петя, первый игрок. Вот он делает первый ход. Мы не знаем какой. Ну, типа какие-то ходы может делать. То есть, любой из четырех вариантов. И вопрос, самый первый у нас в задаче будет такой. Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. То есть, Петя сделал некоторый неудачный ход. Получил какую-то позицию. После этого Ваня каким-то образом сходил. Получил какую-то позицию и выиграл. Что значит Ваня выиграл? Значит, сумма получилась 56. Это девятнадцатая задача в ЕГЭ. То есть, задача, в которой надо просто какую-то одношаговую маленькую простую конструкцию восстановить. Девятнадцатая задача довольно простая. Ее, как правило, решают все. Ну, разве что вы в задачу совсем не вчитались и совсем даже не попытались что-то там решить. Но я думаю, что все, кто написали, что у них уровень хотя бы два из десяти, девятнадцатую это более-менее стабильно решают. То есть, находят конкретный ответ. Модераторов попрошу удалять все сообщения из чата, которые не относятся к теории игр и не являются конкретным вопросом по материалу. Потому что флут никого не интересует. Нам сегодня очень большую тему надо рассмотреть. Поэтому времени не так много. Поэтому давайте разговаривать по делу. 7С берем. Петя превращает 7С в какую-то там штуку. С помощью то ли удвоения, то ли прибавления четырех. И это неудачный ход. Получается, мы хотим, чтобы этот ход стал для Пети критическим, чтобы он проиграл. Ваня после этого сделает какой-то ход и заведомо наберет 56. Это значит, что Ваня своим последним ходом, если он хочет набрать, чтобы сумма была большая, больше 56, значит, Ваня сделает огромное какое-то действие. Масштабное, массивное. Типа умножить на два, например. То есть, сделает, ну, какую-то возьмет самую большую кучу. Ну, наверное, удвоение приводит к гораздо большему росту количества камней, чем прибавление четверки. Значит, кажется, что надо делать удвоение. То есть, вот Ваня берет и удваивает. Типа делает в два раза больше камней. Ну, какую кучу? Ну, самый большой из двух. Я думаю, что если С больше семерки, то неудачным ходом для Пети будет называться удвоение С. Давайте рассмотрим такую структуру. 7 и 2 умножить на С. Почему это неудачный ход? Потому что чем больше Петя дает Ване шансов на победу, тем хуже его ход. То есть, а что такое давать шансы на победу? Если Ваня на цель получить 56 камней или больше, то есть, как можно большую кучу камней, огромную, значит, что чем больше камней было изначально, тем лучше Ваня будет выигрывать, когда он будет удваивать самую большую кучу. Получается, нам нужно сейчас найти такое С, при котором, если Петя его удвоит, а Ваня скажет, о, 2С-то очень много, спасибо большое, и тоже удвоит, надо, чтобы Ваня вот в такой позиции выиграл. Давайте найдем, при каком С это происходит. То есть, 7 плюс 4С должно превышать 56. То есть, 4С должно превышать 49. 49 не делится на 4, зато 48 делится. То есть, С должно быть больше или равно 12,25. Давайте точкой пометим, чтобы это не перепутать с позицией было. Значит, С, минимальное С равно 13. Значит, из позиции 7,13 у Пети есть такой дурацкий неудачный ход, что он получает 7,26. Откуда Ваня может, удваивая 26, сделать 7,52? Меньше, чем 13 не подойдет. Из меньшего, чем 13, даже если Петя сделает самое большое возможное действие и удвоит число 12, это не поможет Ване выиграть сразу же с первого же хода, после того, как Петя сделал свой неудачный ход. Получается, неудачный ход для Пети это вот удвоение большого числа. Почему я рассматривал именно удвоение С и не рассматривал удвоение семерки? Потому что у меня закралось подозрение, что даже если я буду рассматривать удвоение С, оно не получится слишком уж маленьким. То есть, я думаю, кажется, С больше 7. Почему я так думаю? Потому что если С 7 или меньше, то очевидно, что даже если он будет удваивать семерку, получится всего лишь 14. А если еще раз ее удвоить, получится 28. 28 плюс какое-то маленькое значение, ну, точно не превысит 56. Значит, наверное, чтобы так вообще можно было, чтобы Ваня выиграл своим первым ходом, Петя должен удвоить именно число С. Хорошо. Выходит минимальное такое число С, при котором это возможно, 13. Ответ на 19-ю задачу вот с такими условиями получился 13. Поставьте плюсик в чат, если вы поняли решение. Минусик в чат, если вы не поняли решение 19-й задачи и не знаете, как я нашел число 13. То есть, первый вопрос был, да, поняли ли вы решение? Понимаете ли вы, почему 13 является правильным ответом? Почему это действительно наименьшее число и так далее? Это был вопрос, типа, вот я вам рассказываю решение, и вам оно либо понятно, либо нет. Я вот спрашиваю, понятно ли вам решение. А есть другой, совершенно независимый вопрос, на который я сейчас опять попрошу ответить либо звездочкой, либо минусиком, в зависимости от того, поняли вы или нет. Понимаете ли вы, откуда взялось число 13? То есть, не только то, почему 13 является правильным ответом, а понимаете ли вы, как я его нашел, как я наткнулся на число 13? Звездочку в чат, если да, минусик в чат, если нет. Вот Дэн Моисеев написал минус, но не задает вопросы. Дэн, не надо так. Если вы, типа, не понимаете, задавайте вопросы. Спрашивайте, что конкретно вы не поняли? В каком месте? Звездочка это на восьмерке, shift 8. Что за теория игр, что это такое? Андрей, добро пожаловать. ЕГЭ по информатике, 2021. Год на носу вы, наверное, надеюсь, хотя бы один вариант в руках, в принципе, держали и читали задачи из ЕГЭ, если уж вы к нему собираетесь готовиться. Опять же, ребята, которые ставят минусы, прошу вас, пожалуйста, задавайте вопросы. Без вопросов, как бы, плохая жизнь. Будет у нас. Теория игр. 19, 20, 21 задачи из ЕГЭ по информатике. Если вы читали хотя бы один вариант ЕГЭ, открывали его, готовитесь, в принципе, вы понимаете, о чем эти задачки. Поэтому я с места в карьер прыгнул, вот задачи, вот условия, вот я подобрал в 19 ответ достаточно разумным образом. То есть я просто попробовал и сказал, мне нужно получить сумму больше 56, значит, я беру какое-то значение, которое при двукратном удвоении даст мне в сумме с семеркой что-то больше 56. Надо минимальное, поэтому 14 не катит. Задачи из домашки внутри марафонской. Ну просто для какого-то примера. Я хочу сегодня большой теоретический блок рассматривать на примере большого количества задач. Сегодня был еще закрытый веб в 15-30, мы там рассмотрели несколько задач, тоже достаточно подробно. Вот сейчас продолжаем дальше рассматривать. То есть для марафонцев это как бы максимальный топ контента. Для ребят, которые залетели к нам на открытый веб, ну слушайте, ну не проходите мимо, тут кайфово, понятно все. Игры разъясняем. Так, хорошо. Зачем так много задач на теорию игр? 19-е, 20-е, 21-е, потому что это на самом деле не много задач, это на самом деле одна задача. Смотрите дальше. 20-я задача, это на самом деле следующее продолжение той же самой задачи. Если в 19-й задаче нас просили, чтобы Петя закрабил, а Ваня выиграл, то в 20-й задаче нас просят найти значение S, при котором Петя выигрывает за один ход. Не выигрывает за один ход, но при этом выигрывает за два хода. То есть нас просят такие S, что Петя выиграл, но за два хода. Вот давайте найдем такие S. Хм, как мы будем искать такие значения S? Давайте для начала найдем такие значения S, при которых Петя выиграет таки за один ход. То есть такие крайние значения, при которых Петя уже прям все настроился, собирается выигрывать, его уже ничего не интересует, все, за один ход. Ну, самое агрессивное действие из этих двух, это явно удвоение. Учитывая, что у нас оба числа какие-то довольно большие, там 7, там с лишним, да, прибавлять 4, это слабее, чем удваивать. Удваивать это мощный шаг. Прибавлять 4, ммм, не очень мощный. Давайте посмотрим, из каких позиций Петя выигрывает сразу. Нам нужно, чтобы семерка и что-то удвоенное давали больше, чем 56. Ну, значит, там что-то там типа больше, чем 49, плюс 7, да, 49 пополам, это что-то типа 25 и больше, даст нам уже результат. То есть если я возьму семерку, а рядом с ней возьму число больше, либо равное 25, то есть 25 плюс, то Петя первым же ходом своим делает 7, 50 или больше и выигрывает. Петя выигрывает, если удваивает 25. Получается, если я взял именно 25, то это все, это конец. 25 это пропасть. Если мы поместим противника в позицию 7, 25, то противник из этой позиции выиграет. Если мы начинаем в этой позиции, то Петя сразу автоматически выигрывает. Значит, 25 это уже такая очень пограничная позиция, с которой уже очень легко сорваться вниз, да, упасть, проиграть. Если мы поместили противника в такую позицию, то противник такой ха-ха-ха-ха и победил. А мы не хотим так делать. Давайте рассмотрим позицию, близкую к вот этой вот уже проигрышной. Эта позиция выигрышная, в смысле, если вы в ней оказались, вы выиграли. Давайте найдем позицию, которая буквально на один шаг ниже и посмотрим, как она себя ведет. Например, позиция 7.24. Чем она интересна? Берем позицию 7.24. Если утраивать какой-то из этих цифр, удваивать, прошу прощения, то получается слишком много. Ведь мы взяли специальную позицию на границе. Типа 7.25 это уже все. Если мы поместим соперника в позицию 7, например, 7.48, то сами мы еще не выиграли. 7 плюс 48 это 55. А вот враг уже выиграл. Он возьмет и еще раз удвоит, и мы проиграли. Если враг возьмет, если мы сейчас удвоим семерку, то есть 14.24, то соперник удвоит 24, сделает 14.48 и выиграет опять. Я произношу это вслух и не рассматриваю, потому что это очень долго писать. Вся проблема теории игр в том, что там надо перебирать очень много позиций. Вот в этой задаче конкретно. Поэтому мы будем перебирать их немножко по-мудрому. То есть я взял позицию на 1 меньше, чем 7.25. И вижу, что если из этой позиции слишком агрессивное действие делать, то есть перепрыгивать, перешагивать, то оппонент выигрывает. Если сделать прибавление четверки 7.28, то это вот все, враг выиграет. Он удвоит вторую кучу и победит. Если сделать 11.24, то враг сделает 11.48 и опять победит. Что ж такое-то? Получается, 11.27.24 это проигрышная позиция. Я помечу это минусиком вот таким. Потому что получается, что если из позиции 7.24 Петя делает любое из четырех действий, Ваня в любом случае найдет, как ему ответить и как выиграть. То есть вот у Пети есть четыре действия, и Ваня из всех четырех действий выигрывает в любом случае. Получается, мы никак не можем на позиции 7.24 стартовать. Это очень плохая позиция. Давайте рассмотрим следующую. 7.23 позицию. Интересно. 7.23. Что будет из позиции 7.23? Да, кажется, та же самая проблема. Из позиции 7.23 можно сделать 7.27, но это слишком круто. Можно удваивать, но это слишком круто. Единственная интересная штука, которую следует рассматривать, это 11.23. Но отсюда делается 11.46 соперниками, он тоже победил. Блин, получается 11.46, потому что сумма многовато, да? Больше, 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 больше 56. Получается 7.23, тоже проигрышная позиция. Блин, прикольная задачка. Мы нашли уже две проигрышные позиции. Давайте дальше смотреть. Так, так, так. Проигрышная – это та позиция, в которой, если вы оказались, то вам все, вам край, вы проиграли. Давайте попробуем 7.22. Опять же, удвоение рассматривать отсюда для Пети бесполезно. Рассматривать прибавление четверки ко второй кучке бесполезно. 7.26 – это слишком много. 26 дофига. А рассматривать прибавление четверки к семерке – вот это интересно. Давайте попробуем. То есть берем Петю и смотрим, что происходит, если сделать 11.22. Так, 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 11.22. Может ли Ваня отсюда выиграть? 22 умножаем на 2. Чается 11.44. Сумма. Ура! Сумма 55. Ваня не выигрывает отсюда с помощью удвоения 22. Ммм, классно. Значит, мы нашли хорошее пограничное значение. 7.22, из которого сделали шаг 11.22. И вот теперь Ваня отсюда выиграть не может, даже если делает самое агрессивное возможное действие. Вот давайте Ваня делает 11.44. Все равно не выиграл, правильно? Как еще Ваня может отсюда сыграть? Ну, он может попробовать сделать 22.22, например. Удвоивая первую кучу или прибавлять четверку, когда-нибудь там 11.26 или, например, 15.22. То есть он может делать вот такие вот действия и, соответственно, выигрывать. Ну, типа не выигрывать ни в одном из них. Потому что ни одно из этих чисел не складывается в сумме в число больше, равное 56. На что хочу обратить внимание. Поскольку позиция 11.22 была уже очень такой прям граничной. То есть, смотрите, из нее удвоение 22 делало 11.44, что практически давало правильный ответ. Практически сумма 56. Прогнет 55, ну, совсем чуть-чуть не хватает, да? Это значит, что если 11.22, хотя бы один камень в любую кучу добавить, хоть чуть-чуть изменить, и удвоение второй кучи уже даст 44 или больше, если камень сюда добавить, и первая куча будет 11 или больше. Но хотя бы одна из них будет точно больше на единицу, хотя бы, чем раньше. То есть либо будет 12.44, либо будет там 11.46, либо еще больше. Сумма в итоге будет больше, либо на 56 после удвоения второй кучи, если их немножко поменять. А Ваня как раз их немножко меняет. И он делает либо 11.44, либо 22.22, либо 11.46. Короче, в любом случае Петя выигрывает. Посмотрите на все эти позиции. Попробуйте, играя за Петю, просто удвоить самую крупную кучу. 11.88, он выиграл. 22.44, он выиграл. 11.52, он выиграл. 15.44, он выиграл. Получается, я нашел такую пограничную позицию, на которой Ваня еще пока не выиграет своим ходом, а Петя уже выиграет. Значит, позиция 7.22 нас интересует. Она подходит нам в качестве ответа на задачу номер 20. Ваши вопросики в чате были. 22 подходит, отлично. Мы ее и разобрали. Мы всегда будем работать только с С, или сейчас просто такое совпадение? В смысле, что значит проводим действие? Нет, 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 сейчас просто такое совпадение. В смысле, это не то, чтобы мы всегда работаем с С. Это я просто для Пети попробовал из разных позиций. То есть, вот, в смысле, для 19-й я просто сказал, что мы будем делать неудачные ходы, поэтому я взял большее значение его, начал умножить, типа неудачный ход. Это который быстрее позволит сопернику удвоить и получить число больше 56-ти. Поэтому я пытался максимизировать количество камней, поэтому я вторую кучу изменял, которая больше. А в 20-м, ну я всякие разные действия делал, то есть я такой, ха, из 25 плюс он сразу выиграет, потому что опять возьмет большую кучу и удвоит. А вот из 7-24 я рассмотрел все четыре возможных хода, просто я их не написал. Но они очевидно приводят к поражению. Просто устно рассмотрите, что можно сделать. 14-24, 7-48, это все фиговые ходы. Они не позволяют еще выиграть, но они позволяют выиграть сопернику сразу. Если вы прибавляете единицу, делаете 7-25, то соперник выиграл. Если вы делаете, ой, не единицу, а четверку, прошу прощения. 7-28 вы проиграли, 11-28 вы тоже проиграли. То есть я просто устно рассмотрел все варианты и понял, что Петя отсюда проигрывает. Хм, а что еще? Из позиции 7-23 мы тоже рассмотрели все четыре варианта, я просто опять тебя не нарисовал, потому что мы сделали это устно, ведь в этом смысл. Я рассмотрел только один самый интересный ход Петя. Три остальных хода очевидно ведут его к поражению. В итоге выяснилось, что 7-23 ведет к поражению тоже на всех четырех ходах. Жестко. И выяснилось, что 7-22 подходит. Мы еще не продолжили до конца, мы выяснили, что 25 плюс Петя выиграл за один ход, 22 Петя умеет выигрывать за два хода. Давайте посмотрим, что еще в этой задаче есть. Так, а если просто сделать так, чтобы Ваня оказался в позиции 7-24 неудачной? Это хорошая идея, и отсюда мы сразу выведем несколько прекрасных положений для Пети, стартовых. То есть, если 7-24 неудачное положение, откуда Ваня выигрывает в любом случае, значит, нам было бы классно его туда поставить. Типа, 7-20 сразу подходит. 7-19 сразу подходит, поскольку 7-23 тоже неудачная позиция. А вы соображаете, я смотрю, то есть, если мы нашли неудачную позицию, давайте Ваню туда загонять. Это же просто бесплатные ответы по факту. То есть, мы в 20-й задаче сразу получили несколько бесплатных ответов. 7-20 это бесплатный ответ. И 7-19 это тоже бесплатный ответ, поскольку мы не старались, не думали, просто увидели, что 24 проигрышная позиция, значит, 20 автоматически выигрышная. И 19 автоматически выигрышная. Как еще попасть в 7-24? Ну, я вот еще, например, с помощью 7-12 умею туда попадать, удваивая вторую кучку. То есть, 12 это тоже подходящий ответ в этой задаче. Прикольно, прикольно. Ну, формулировка может быть разная. Например, назовите два самых больших значения, назовите самое маленькое значение, перечислите все такие значения, перечислите все значения в порядке возрастания, бла-бла. Поэтому давайте сейчас задачу решим в общем виде, то есть, найдем все подходящие в 20-м пункте значения и докажем, что других нет. Вот, это ответ на вопрос Артема Шикунова, который спрашивает, нужно ли наибольшее. Или Шикунова, прошу прощения, если я фамилию неправильно назвал. Если просто сделать так, чтобы Ваня Тайта, мы уже читали, какой вопрос в 20-м пункте? Ну, вот, не миним, а вот любой, может быть, вопрос в 20-й. Мы сейчас под любой вопрос затачиваемся. Задачи не на камне разберем, а сезон нет. Сегодня нет, потому что сегодня я хочу подробно, медленно разбирать задачи на камне, на игры, потому что есть задачи на камне, и люди их не могут решить, и это меня парит. Вот, поэтому будем решать на камне. Дофига. Хо-ро-шо. Сю-ро-ро. Идем дальше. Давайте еще найдем. Что, мы тут выяснили, что 22 подходит, 20-19 подходит. Я 21 где-то пропущено, да? Давайте-ка с 21 разберемся. Я сотру, пожалуй, вот это вот. Все. Оставлю условия задачи. Давайте-ка попробуем. Что будет, если начинать с позиции 7-21? Выиграть из нее сразу нельзя удвоением. 7-42 не подходит. Удвоением семерки. Может быть 14-21 тоже не катит. Может быть надо удвоением, может быть прибавить единицу? Непонятно. Давайте рассмотрим, какие у Пети есть действия. Можно прибавить четверку. 7-25. Это сразу поражение. Удвоение все тоже сразу ведут к поражению. Получается, три действия, по сути, можно не рассматривать. Удвоение, удвоение и прибавка четверки к числу 21. Давайте рассмотрим действия 11-21 для Пети. То есть Петя прибавляет четверку к первому слагаемому. Это к первой куче. 11-21. Выиграть отсюда можно? 11-42. Выигрышное положение? Нет? Нет, прикиньте. 11-42 это не выигрышное положение, потому что сумма будет как раз 55. Получается, Ваня отсюда даже с помощью самого жесткого удвоения, 11-42, не добивается победы. Какие еще у Вани есть варианты? 22-21. Также Ваня может сделать 15-21. И еще Ваня может сделать 11-25. Как мы понимаем, отсюда Петя выиграл, отсюда Петя выиграл, отсюда Петя выиграл, и отсюда Петя тоже выиграл. Почему так происходит? Потому что 11-21 это очень близкое положение к границе. Если удваивать число 21, вы уже получите 11-42, что уже очень близко в сумме к правильному ответу. 55 это практически 56. Это означает, что если Ваня хоть как-то изменит эти кучки, если не сможет выиграть за счет этого хода, то Петя сразу схватится за эту возможность и выиграет. Получается из всех четырех возможных вариантов развития событий Петя выигрывает. Получается 7-21 тоже подходящая штука. Прикольно. Чело 21 здесь тоже подходит. То есть в этой задаче мы уже нашли кучу ответов. В 20-й мы нашли, что 24 проигрышная позиция, 23 проигрышная, 22 выигрышная, 21 выигрышная, 19 выигрышная, 20 выигрышная, 12 выигрышная. Давайте попробуем еще что-то меньше 19-ти. Типа 7-18 или что-то такое. В такой постановке нужно, получается, поставить противника в такое положение, чтобы при самом мощном ходе у него получилось 55. Типа того, но не обязательно именно 55, может быть что-то и поменьше. Ну, грубо говоря, я так пока не формулировал для себя задачу, я пока просто перебираю, что у нас тут происходит. Я говорю, что вот эти три хода для Петя проигрышные, ну, очевидно просто, да, попробуйте удвоить это или удвоить это, сразу автоматически проиграете. Попробуйте прибавить четверку 7-25, и вы тоже автоматически проиграли. Поэтому я по сути рассматриваю один ход, а дальше просто заводив все четыре возможных варианта. Ага. То есть идеальным алгоритмом решения будет программа всех вариантов, прогонка всех вариантов решений с предполагаемыми числами. Вообще идеальным, да, но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на идеальное решение. То есть на самом деле вместо прогонки всех вариантов, обычно там ответов 1 или 2, и там достаточно легко просто сказать, ну, а для всех меньших не подходит, потому что так-то, так-то, так-то. Сейчас я примерно это и сделаю. То есть я сейчас посмотрю на число 18 меньше и посмотрю, что с ним можно сделать. Так. Давайте начнем с позиции 7-18 за Петю и посмотрим, что тут можно делать. Опять же, удвоение это слишком резко кажется. Ну, удвоение 18 точно? Удвоение 7. Что оно может дать? 14-18. Если удвоить число 18, то это будет 36. 14-36, кстати, в сумме еще не дотягивает. Так что удвоение 7-ки это вполне валидный ход для Пети. Интересно. У нас появилась новая конструкция. Раньше удваивать было супер невыгодно. Ну, вот, например, 14-21. А соперник сразу превращал это в 14-42. И 14-42 уже выигрывало. Поэтому удваивать 7-ку не имело смысла. А теперь вдруг имеет смысл пробовать удвоить 7-ку. Хорошо. Какие у нас еще есть ходы? Прибавить 4. То есть мы можем поместить противника в позицию 7-22. А это выигрышная позиция. Нафиг мы не будем так делать. Значит, 7-22 можно сразу убирать. Еще можно пробовать прибавить четверку сюда. Типа 11-18. Но как противник выигрывает из позиции 7-22? Он ходит в 11-22. Значит, Петя сходит так, а Ваня сходит в 11-22. И дальше выиграет. То есть, получается, позиции 7-22 для Пети и позиции 11-18, они идентичны. Ваня в любом случае загоняет Петю в поражение. Поэтому Петю не интересует такой ход. Какой еще остался ход у Пети? Удвоение 18-ти, типа 7-36. Но это фигня какая-то. Потому что просто удваиваем после этого 36-ти. И Ваня опять выиграл. Значит, Петя не хочет ходить ни так, ни так, ни этак. Значит, у Петя, по сути, одно интересное. Один интересный вариант хода остался. Вот, который мы сейчас и рассмотрим. 14-18. Давайте от него отталкиваться и посмотрим. В чем? Точно не лучший варик. А, вы имеете в виду перебирать все? 7-12. Почему выигрышная? Потому что из позиции 7-12. С помощью удвоения числа 12 можно загнать врага в позицию 7-24, которая для него является проигрышной. Бесплатно получили на халяву этот ответ, благодаря тому, что знаем, что 7-24 проигрышная. Привет, это ваш учитель. Что? Это кто? Кто? Что? Что? Ладно. Итак, берем 7-18, переводим его в 14-18 с помощью удвоения. Дальше мы хотим, получается, найти при каких значениях, как дальше Ваня может сходить вообще. Так, 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 так. Так, 4 варианта развития событий, получается, у Вани. Какие? 14-18. Можно прибавлять четверку к чему-нибудь. Можно удваивать что-нибудь. Как вообще? Что? Ну, давайте посмотрим. Удвоение слишком агрессивно, явно, да? 14-18, наверное, 14-36. Это еще не победа. Но при этом мы подвинем врага к победе. 28-18 тоже слишком агрессивно. Поэтому удвоение даже не будем рассматривать для Вани. Мы просто экономим время и не рассматриваем удвоение. Прибавление четверки. 18-18. Интересный ход. Или 14-22. Ну, кажется, что 14-22 это совсем уже жесть. Удвоим, получится 14-44, сумма 58. Все. Ваня проиграет. Значит, вот такой ход Ваня не делает. Остался ход 18-18. Прикольное положение, правда? Смотрите. Куда бы Петя не сходил в три возможных хода, Ваня выиграет. А если Петя ходит 14-18, то Ваня ходит 18-18. И, кажется, опять выигрывает. Потому что 18-18 Петя может сделать что? В лучшем случае удвоить 36-18. 36-18 сумме дает 54. Маловато. Это значит, что кажется, что из позиции 18-18 у Пети все возможные 4 варианта хода. Это фигня какая-то. То есть даже если он где-то прибавит 4, получится 18-22. Если он где-то удвоит, получится 18-36. И тот и тот ход дает сопернику победу, а Петя не дает победу. Выходит, кто выиграл? Здесь выиграл Ваня. Значит, позиция 7-18 проигрышная. Мы, по сути, исследуем задачу на предмет выигрышных позиций. Вы сейчас увидите, как при этом 21-я задача автоматически разлетится. Ну и чтобы подчеркнуть, мы сразу сходу начали разбирать сложную задачу. То есть вот это вот плюс 4 умножить на 2. Это задача гораздо более трудная, чем, например, задача, где две команды плюс 1 и умножить на 2. Марафонцы подтвердят. Ну и идея в том, что понятно. Во-первых, я продолжаю вебчик, который начал раньше в закрытую. А во-вторых, я хочу показать вам, что наш метод с вами, перебора вот этого адекватного, вполне себе годится для любых задач, даже для сложных. Так, давайте маленький срез уровня понимания. В 19-м пункте получилось 13, потому что удвоили 26, удвоили 52. И Петя проиграл, потому что сделал тупой ход. Понятно. В 20-й задача я исследовал и нашел 25 и выше, как положение, из которого Петя выигрывает за один ход. На самом деле это положение, из которого кто угодно выигрывает за один ход, если он вдруг оказался в таком положении. Если взять на 1 меньше, то оказывается, что все 4 варианта Петя ведут его к поражению. Значит, 7-24 проигрышная позиция. Если взять еще на 1 меньше, 7-23, то тоже оказывается, что это проигрышная, причем 3 варианта тупых мы даже не рассматриваем. Прибавление четверки к 23-м, боже мой, не смешите мои тапочки. 7-27 очевидно выигрышная для оппонента. Утраивать, удваивать какую-то из двух координат тоже слишком жесткое действие. Поэтому мы рассматриваем только один ход, 11-23 и видим, что Ваня в нем тоже выиграл. Сделал 11-46 и победил. Смотрим 7-22 и в итоге выясняется, что есть такой прекрасный ход, из которого, куда бы Ваня ни сходил, Петя выигрывает. Классно, значит 22 подходит. Потом мы сразу получили несколько бесплатных ответов. Поскольку 7-24 проигрышная позиция, значит 7-20 выигрышная. Мы можем из этого положения сходить в 7-24 и оппонент окажется в проигрышной, что нам очень выгодно. 7-19 тоже выигрышная. Прибавляем 4, получаем 7-23. Оппонент оказался в проигрышной, мы, значит, выиграли. 7-12 тоже выигрышная. Удваиваем 12, получаем позицию 7-24, поставили оппонента в проигрышную. Проверяем 7-18. Три варианта совсем очевидно, что Ваня выиграет. Ну один совсем-совсем очевидно. Два других отсылочкой сюда смотрим. Если делаем 7-22, Ваня делает 11-22. Если делаем 11-18, то Ваня делает 11-22. И получается, Ваня в любом случае выиграет. Потому что, ну, раньше Петя ставил в позицию 11-22 и выигрывал. Теперь Ваня ставит в позицию 11-22 и выигрывает. И получается, нам надо рассмотреть только один четвертый ход Пети. 14-18. Откуда я нашел для Вани ход 18-18? Откуда Петя не может никак выиграть? Как я нашел ход 18-18? Я просто выкинул три тупых хода, которые точно не ведут Ваню к победе. И нашел один, который ведет. Вот, получается, я нашел еще одну проигрышную позицию. Однако с этой позиции интересно, что она в некоторой ситуации проигрышная не за один ход, а за два. То есть это уже какая-то длинная позиция. Поставьте плюсики, кто понял вот до текущего момента объяснения. И минусики, кто не понял до текущего момента что-то в объяснении и должен задать вопрос правильный. Так, там, собственно, вопросики были. Позиция становится выигрышной, если хотя бы один путь приводит нас к победе. Да, Артем. Формальное определение. Позиция называется проигрышной. Если суммарное количество камней в ней больше всего 56 раз. То есть если вас поставили в позицию, где суммарное количество камней больше всего 56, то вы уже проиграли, потому что враг выиграл. Два. Позиция называется выигрышной. Если из нее можно за один ход прийти в проигрышную. Пока что мы проигрышными назвали только те, в которых сумма больше 56. Значит, вот такие вот, например, позиции являются выигрышными, поскольку Петя может за один ход прыгнуть и поставить противника в проигрышную. И, наконец, три. Рекурсивное определение. После этого мы будем проигрышными позициями называть те, из которых все ходы ведут в выигрышные для оппонента. А выигрышными позициями будем называть те, из которых хотя бы один ход ведет в проигрышную для оппонента. Вот строгое формальное математическое определение, основанное еще и на рекурсивном построении. Если мы решаем задачу для выигрыша Пети, нам для ходов по моему... Короче, они оба максимально умные. Но на самом деле еще лучше рассматривать так. Когда вы играете против оппонента за какого-нибудь одного игрока, за Петю, например, то надо думать не то, что Ваня умный, надо думать, что Ваня гусь. Типа, вы играете с гусем в шахматы. Гипотетически он может вас обыграть. Короче, когда вы делаете ходы, надо думать не то, что Ваш оппонент очень умный и поэтому сделает обязательно вот такой самый лучший для него ход. Надо думать, что Ваш оппонент гусь и поэтому сделает какой-то ход. Вообще непредсказуемый. Абсолютно непонятно какой. Поэтому за оппонента вам надо рассматривать все четыре варианта. Просто я говорю, давайте рассмотрим этот вариант, там Петя выиграл. Этот вариант тоже Петя выиграл. Этот вариант тоже Петя выиграл. Этот вариант, хммм, интересно. В итоге я нашел за Ваню выигрышный ход из этой позиции. Короче, когда вы прямо рассказываете решение за одного из игроков, вы должны предполагать, что второй игрок, он как дождь просто существует и все. Непредсказуем, непонятно. Обижаться на него не следует. Там как-то ожидать от него чего-то тоже не следует. Ну типа, что-то просто есть и все. Как внешняя среда какая-то. Так. А вы замечали, что Петя ППМ, да. Вау. Действительно, удивительный факт. Как будто бы на последнем открытом стриме про теорию игры я так и делал. Да, и рассказывал вам про это. Так, мы же для 19 задачи... Да, 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 да. Там делали один тупой ход, потому что сама 19 задача была такая. То есть там было именно типа, Петя сделал тупой ход, Ваня выиграл. Назовите минимальное значение, при котором такое возможно. Прям специально так сказали. Нам еще важны количество ходов, за которые игрок выигрывает, а не только выигрышная репозиция или проигрышная. Так ведь? Да, Владислав. Пока что мы анализируем выигрышную и проигрышную позицию и видим, что везде выигрыш или проигрыш происходят за пределах одного-двух ходов. Так что пока что это как-то не уперлось. Не понял 21, но мы пока не решили 21. Цвет чата вам не нравится? Цвет чата вам не нравится? Какие они... Ну дайте мне одну минуту, я поменяю вам цвет ваших текстов. Ников хотя бы, да? Это вы хотите, правильно понимаю? Ну щас... Нужно найти мой цвет сначала. Нашел. Ноль, три, девять, девять, е, девять. Ноль, три, девять, девять, е, девять. Так, так, так. Раз. Два. Три. Все, готово. Турум-тун-тун, турум-тун-тун. Вот так-то. Теперь вы немножко более цветные. Ай, вы первый раз на стриме по тиграм. Не понял 21. Луис, конечно ты не по 21, ведь мы же ее еще не решили. С ИИ играем. Ощипнет, улетит гусь-то. Да, да, да. Первый раз на стриме по тиграм. Хорошо. Тупой ход. Ну, в смысле, в первый? Да, в первый мы ищем такую позицию, из которой можно так тупануть, что оппонент сразу выиграет. Так, так, так. Как два каких-то чувака играют с кого-нибудь. Денис, ну, слушайте, задача такая, да? Все, cool. Погнали дальше. Погнали дальше. Что нас дальше интересует? Нас дальше интересует еще решить задачку. Да что началось-то? Хватит. Чат как чат. Цвет как цвет. Итак, задача номер 20 у нас, значит. А мы все еще пытаемся найти там, что там, что там, чтобы Петя выигрывал за два хода, да? То есть, задача номер 20, это типа Петя за два хода. Петя должен выиграть за два хода. Не выигрывая первым ходом, получается, любое значение 25 и больше не подходит. Нам уже подошла куча значений. 19, 20, 12, 22, 18 не подошло. Кстати, 18 интересное значение, я думаю, что оно подойдет нам для 21 пункта, но мы пока оставим. А что нам нужно дальше? Ну, давайте все остальные рассмотрим. Там 17, 16, там, ну, все меньшее значение. И смотреть, что Петя из них не сможет выиграть. Вот я что хочу показать. Ну, кстати, если 7, 18 проигрышное, тогда получается 7, 9 выигрышное. А давайте посмотрим, что у нас тут происходит в 7, 9 выигрышное, потому что Петя может поставить противников 7, 18, да? Вроде бы выигрышное, да. А, но мы забыли про одно условие. Условие о том, что надо выигрывать за 2 хода обязательно. То есть, за 1 ход нельзя выигрывать, за 2 хода надо обязательно выигрывать. И получается проблема позиции 7, 9, которая вроде бы выигрышная, потому что переводим в 7, 18, враг проиграл, шикарно, правда? Проблема в том, что враг отсюда может проиграть медленно. Мы знаем, что если Ваня сходит отсюда в 14, 18, тогда Петя придется, чтобы выиграть, ходить в 18, 18, но это еще не победа, Ваня еще оттуда будет как-то там ходить, бла-бла-бла. И получается, что Петя за 2 хода не выиграл, цепочка слишком растянулась. Игра-то игрой, правила игры есть. Но вот на прошлом вебе, имеется в виду пару часов назад, я придумал офигенское объяснение, как будто бы того, как надо воспринимать эту проблему ограниченности количества ходов у Пети. У Пети в запасе 2 хода. Если Петя не справился за 2 хода, все. На кону вся жизнь всей вселенной. Петя играет на жизнь вселенной. И Петя поспорил, что он справится за 2 хода. То есть, правила игры, там камушки, вот надо там, бла-бла-бла-бла-бла. Но Петя с Ваней забился, что он выиграет Ваню за 2 хода. На 1000 долларов. На жизнь вселенной. На что хотите, на то и забился. И получается, Ваня больше не пытается выиграть в эту игру. Ваня теперь пытается оттянуть время по возможности. Ваня пытается сделать так, чтобы Петя не выиграл за 2 хода. Позиция 7-9, с одной стороны, выигрышная для всей партии. Но для этого спора Пети с Ваней. Позиция 7-9 благоволит Ване. Потому что, если из позиции 7-9 Петя будет пытаться выиграть, то Ваня может делать свои ходы так медленно, что Петя не выиграет своим вторым ходом. Что бы он ни делал. Так что позицию 7-9 рассматривать бесполезно. Потому что отсюда Петя не выигрывает за 2 хода. Прикольная мысль, правда? Если они пытаются играть в эту игру, как написано в условии, что в 20-й задаче Петя должен выиграть за 2 хода, то получается, количество ходов, которое делает Петя, чем больше, тем лучше для Вани. Ну и все. И Ваня выиграет, если растянет эту штуку. Прикольно. Хорошо. Значит, Ване выгодно растягивать игру. И давать плюс 1, плюс 1. То есть делать маленькие ходы. И знаете, например, он вместо удвоения вообще может делать плюс 4. Потому что его уже не волнует победа или поражение в игре. Его волнует, чтобы количество камушков оставалось маленьким. И Петя не мог за один ход бахнуть сразу 56. Вот в чем прикол. Если Петя неудачно и Вася выиграл, надо найти максимально тупой ход Пети. Да. Кул. Хорошо. Ну что ж. Че? Че? Вещь, что пишите фигню в чат? На сутку не сдашь? Карма? Че? Ботать добросовестно. Чат? Да ладно, все, разобрались. Ну все, ок так ок. Что мы тогда рассматриваем? Какой S подойдет? Не понимаю. В 20-й задаче подходит S, равная 19, 20, 12, 22. Они все подходят. Потому что из них Петя может сделать такой ход, чтобы куда бы Ваня не сходил, дальше Петя выигрывал. Получается при маленьких значениях Петя не успевает выиграть. Насколько маленьких? Ну мы знаем, что 12, да, оно реально уже маленькое. Давайте проверим, что все значения 11 и меньше уже не позволяют выиграть. То есть 7, 11 уже маленькое. Что бы Петя не сделал, даже если Петя сделает самое жесткое действие, 7, 22, то Ваня сделает слабое, медленное действие. Сделает 11, 22. Откуда Петя, даже если удвоит число 22, то получит 44 и не успеет выиграть, потому что сумма недостаточная. То есть даже на самых агрессивных действиях Пети Ваня может делать такие медленные действия, что он точно выиграет. Хорошо. Получается 11 и меньше рассматривать бесполезно. Мы точно знаем, что на 11 и меньше Ваня умеет замедлять игру. Что насчет 17, 16, 15, 14, 13? Давайте пробовать. Что происходит на 7, 17? Ну, может ли Петя как-нибудь в этой игре доминировать за счет... Может ли Петя удваивать, например, число 17? Если Петя решит удваивать 17, то получится 7, 34. Отсюда Ваня сразу выиграет, удвоив число 34. Кстати, то же самое происходит с 16, с 15, слишком большое второе число получается. С 14, получается тут 28, 28 на 2 это 56. С 13, тут получается 26, если удвоить, 52 плюс 7 многовато, да? Значит, если взять любое число от 13 до 17, то удваивать вторую группу нельзя. То есть 7С, где С принадлежит отрезку от 13 до 17, Петя не может удваивать второе число, иначе Ваня выиграет. Значит, максимальный, самый агрессивный Петин ход это удвоить первое число. Если после этого хода Ваня, например, делает 18С, то Петя не успел выиграть. Потому что если число от 13 до 17, то в лучшем случае Петя может... Самое агрессивное действие Петя это сделать 36С, а если максимальное значение для С это 17, то сумма не дотягивает до 56. Я формально доказал, что из позиции 7С, даже если Петя будет делать самое агрессивное допустимое для него действие, то Ваня может играть медленно. А если Петя удвоит число С, то Ваня сразу поиграет. То есть 13-17 слишком большие для того, чтобы удваивать С, но слишком маленькие для того, чтобы удвоение 14 позволяло дойти до результата. Вот, получается такая приколюха. Что быстрее, решать так или пробовать написать? Прогу мы разберем в конце января, как решать после того, как мы разберем вообще, в принципе, алгоритмы на графах, которые существуют, которые мне надо вам рассказать, чтобы вы поняли, как вот по таким деревьям что-то перебирать, там в двумерном массиве заполнять какие-то ячейки, вот более сложные конструкции немножко. На самом деле, что из этого быстрее, но в зависимости от ваших способностей в проге? Я бы, конечно, на экзамене прогу писал сам, потому что, ну, понятно, я прогуя быстрее, чем вот перебирать, ошибаться и так далее. То есть мне, типа, мне, в принципе, здесь раздражает много ручной работы, но понятное дело, что тут ручной работы, ну, сколько там, 4, 5, 6 углублений, может быть, надо. Скорее всего, задачка еще на ЕГЭ будет не такая сложная, как то, что у нас в домашках. Вот, это не значит, что вам не надо учиться решать эту задачу руками. В смысле, вы должны научиться решать ее нормально, научиться решать ее довольно быстро. А прога – это еще просто дополнительный метод крутой, то есть не надо выбирать между двумя пунктами. Вот, такой интересный факт. Давайте дальше посмотрим. Получается, вы решили полностью 20-ю задачу, мы выписали все подходящие ответы, вот они, 13, 19, 20, 12, 22, и доказали, что все остальные не подходят. Ну вот, нас дальше просят найти такое S, хотя бы одно, не то, чтобы наименьшее, не то, чтобы больше, при котором Ваня выигрывает, то есть, куда бы вписать, давайте сюда вот так вот. 21-я задача – Ваня выиграл, но не всегда за один ход. Ну, например, позиция 7,24, Ваня выигрывает, но сразу же, всегда сразу же, любой ход Петя делает, и Ваня сразу выиграл. Если, например, взять позицию 7,23, тоже любой ход Петя делает, Ваня сразу выиграл. Она спросит найти такое значение, чтобы Ваня выиграл, но не сразу же, но не всегда сразу, иногда сразу, иногда не сразу. Я уже знаю ответ, ответ 18, потому что мы его нашли в предыдущей задаче. Ответ здесь 18, поскольку иногда Ваня выигрывает за один ход, например, 7,36, Ваня просто удваивает и все. Иногда 7,22 или 11,18 Ваня делает сначала подготовительный ход, а потом, куда бы Петя ни сходил, он сразу выиграл. И иногда, если Петя делает 14,18, то Ваня делает 18,18 и тоже выигрывает своим вторым ходом. То есть Ваня на каждый Петин ход имеет определенную ответную реакцию, после которой Ваня всегда выигрывает вторым ходом. То есть иногда даже первым, но фиг знает, как Петя сходит, поэтому не гарантированно первым, не всегда за первый ход Ваня выиграет. Очень часто решение 21 задачи будет являться косвенным побочным эффектом вашего решения 20. То есть пока вы разбирали все позиции на предмет того, выигрышные они или проигрышные, или какие там, вы автоматически получили какую-то позицию интересную тем, что она проигрышная для Петя, и она достаточно длинная, поэтому вы можете ее выдать в ответ на 21. Так вот, спасибо, поняла, пробил 18. Да, просто 18 у нас уже есть, все, берем 18, оно дает ответ, не то, что надо. Ну давайте убедимся, что так, ну все, что больше 18, очевидно, не подходит, потому что там либо выигрышные позиции, либо проигрышные, но за один ход. А все, что меньше 18, неохота рассматривать, оно слишком мелкое, и там слишком много вариантов. Нас попросили одно значение, мы нашли одно значение. Мы, получается, победители по жизни. Давайте-ка мы отметим это. Прекрасное событие. Знаете как? Знаете как? Ну а как я обычно отмечаю? Хорошее событие. Да, обычная ЕГЭшная задача гораздо... А, 19-е в матеше только легче. Да-да-да, это легче, чем 19-е в матеше, но эта задача, она сложнее, чем ЕГЭшная. Опа! До ЕГЭ осталось 6 месяцев! Это значит, что у тебя все, край идет тебе, вообще тебе... Мало времени осталось. Если думал подготовиться за год, можно ли подготовиться к ЕГЭ по информатике за один год? Ну да, или нет, или да, но осталось-то не один год, осталось полгода! Короче, чувак, время на исходе. Время кончается. Ощущение срочности тебе создаем, правильно? Ты уже чувствуешь срочность? Чувствуешь, как часики тикают, время бежит, понимаешь? Что? А время идет, а ты не идешь, а время идет, а ты не двигаешься, а оно двигается. Чувствуешь, надо двигаться тоже, понимаешь, какая проблема? Давай посмотрим, что у нас, что у нас, что у нас, что дальше? Чувствуешь, я как ты, нахожусь в предвкушении, что же там? Бааа, средний балл на ЕГЭ 2020 год очень маленький, понятно, а ты хочешь больше. Средний балл для поступления очень большой, а ты получаешь меньше. Проблемы, Карл, проблемы. Такс, шпекс. Пять занятий в неделю? Пять? Двухчасовых. Сколько у тебя занятий в неделю в школе по информатике? Даю палец на отсечение, что меньше, чем пять. Я думаю, два, может быть, три. Ну, разве что ты какой-нибудь олимпиадный информат, и тогда у тебя там какие-нибудь контестики или какая-нибудь дичь, месиво какое-нибудь. Поэтому есть подозрение, что может такое и быть, что у тебя занятий много. Но он говорит два, два, одно, шесть. Ну, вот видите. А, я сказал меньше, чем пять. Черт, я хотел сказать не пять, чтобы чисто. То есть, в смысле, имеется в виду что? Шесть двухчасовых занятий по информатике в неделю у вас в школе типа двенадцать часов инфы? Серьезно? Серьезно? Двенадцать часов инфы? А, ну так шесть часов, это не шесть двухчасовых занятий. Эй, 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 так что не надо тут. Что я заканчивал, что инфу, экономику, эмотан и физику, я еще и литературу немножко шарю. Английский язык, русский язык, французский язык, биологию, химию и вообще сын маминой подруги. Заканчивал факультет для сынов маминой подруги. Специальный такой. Но для него, чтобы на него поступить, надо обязательно информатику хорошо сдать. Чтобы информатику хорошо сдать, надо обязательно закрыть вопрос с подготовкой вместе с марафоном школка. Видишь, написано на слайде. Je ne parle pas très bien français, Anastasie, excusez-moi. Пять занятий в неделю, ДЗ каждую неделю, четыре отслужки в месяц. Отслужка, это знаешь, что такое отслужка? Это просто, короче, выброси своего репетитора на помойку, потому что он тебе больше не понадобится. Потому что у тебя есть репочки и отслужки. Отслужки, это ты, короче, индивидуально беседуешь. Прошу прощения. А, это тут время рекламы, говорит. Пора рассказывать вам. Так вот, отслужки, это ты индивидуально беседуешь с кураторами, с проверяющими твою работу, с экспертами ЕГЭ, с нашими помощниками. Для того, чтобы научиться решать конкретные задачи, именно вот лично твои косяки в твоей голове разбираются, с твоей прогой разбираются. Ну, короче, прям вот твоя вот ковыряется. Вот, ну, типа, идея в том, что, ну, понятно, марафон, это что, это один к многим, да, масштабируемая схема, по которой мы можем позволить вам меньше платить, чем за репетиторство, например. Но отслужки, это же просто месиво, которое позволяет тебе, ну, еще круче. Так, ну, короче, отслужки, это топ. Я думаю, что вот сейчас несколько ребят с марафона могут сказать что-нибудь типа, да, отслужки топ, это обязательно, очень важно и все такое. Всем надо брать отслужки. Так, будем ли сегодня что-нибудь решать, спрашивает Денис. Я вот нахожусь в замешательстве. Могу забанить вас за такой вопрос, потому что я решаю, будем мы сегодня что-то решать. Вот. Во-вторых, могу забанить вас за такой вопрос, потому что в начале веба я об этом говорил. Вы что, невнимательно слушали или вы что, не с начала веба сидите? И в-третьих, ответ, да, будем. Ну, в смысле, теория игр дофига. Вы что, хотели послушать, как я рассказываю вам про игры, но не слушать, как я рассказываю вам про марафон? Это пакетная сделка. Ты и то, и то вместе берешь, понимаешь? Ты приходишь, хочешь прослушать про марафон и придется послушать про игры. Или наоборот, хочешь послушать про игры, придется послушать про марафон. Так-то. Короче, прекраснейшие отзывы. Кстати, интересно было бы, наверное, вкидывать в презу постоянно новые отзывы. Сейчас я вот подумал. это я классно придумал но отзывы хорошие но объективно клевая ну но их не два их то на самом деле под сотку просто почему-то все время два показываю надо показывать новые отзывы я чё подумал чё-чё-чё-чё-чё ну-ка посмотри ну-ка посмотри на эту дичь ну-ка посмотри план на 2 полугодия давай разговаривать про план вопросики купил нет flex sender во-первых такие вопросики лучше наверно не на вебе в лайве задавать а в беседе ты купил курс устретел в беседе на море этот вопрос прям разрулить асинхронно типа не во время я был когда и тут в любой другой момент во вторых ответ нет ты залетаешь понятное дело ты еще не все домашками шиша эти там некоторые штуки жесткие так далее вообще ты должен сначала погрузиться в темп там понять какие вебчики смотреть чаще делать не пару недель к тебе вообще вопросов нет сначала задай эти вопросы в беседе тебе скажут чего кого чё смотреть что делать и так далее сколько нужно будет доплатить сколько платить куда деньги нести я правильно понимаю ваш вопрос а вот сейчас сейчас посмотрим сейчас посмотрим на презентации на презентацию не приходится вот в некоторых презентациях есть вот как вообще купить а в некоторых презентациях а вот нету да фигу нельзя купить марафон все понимаете и нельзя и все да и г 6 месяцев я вас классно готовлю а вот нет и все и вот создать ощущение срочности и оставить ни с чем а наш девиз не победим продадим но не дадим посмотрим дальше так январь системы исчисления алгебра логики и графы ну понятно хочется что хочется за полгода дать вам все типа начинаем с января залетаешь типа с нуля ну или не с нуля может и полгода со мной ботал и все знаешь наоборот а может ты ничего не знаешь но основные теоретические вебы которых будет два в неделю два ну-ка давай посмотрим назад пять занятий неделю так два теоретических веба в неделю на которых мы рассмотрим за январь системы учения алгебра логики графы то есть плотно подробно мощно за февраль рассмотрим граф камбу с нуля по жести углубление это что будет происходить на двух вебинарах в неделю теоретических углубление в комбинаторику углубление имеется в виду дальше жести я хочу вам дать такую дичь на принцип дирехле что-то уровня перечневых олимпиад по математике по информатике что-то такое настолько жесткая чтобы вам пришлось думать головой там вообще дичево алгебра логики тоже хочу дать не на уровне ега там чуть-чуть так по неприятнее то есть я хочу разобрать в январе например совершенно дезинктивные нормальные формы skynef там сектор дискретку короче такую с первого-второго курса универа чтобы вы зашли в марафон и освоили что-то поглубже чем вообще чем ваш мозг позволяет вот ну то есть что-то такое посерьезнее для тех кто с сентября ну то есть для тех кто сентября просто утверждение такое теперь вам все это будет понятно на вебах потому что вы сентября и я уверен понимали но процентов может быть 70 может быть 80 потому что вы не замечали эти прикольные какие-то отсылочки маленькие тонкие какие-то штуки то стену типа если вы какой-нибудь супер крутой олимпиадник математики информаты вы со мной сентября тогда да да действительно вы наверное получили от основного теоретического блока прям максимум и вам будет интересно только вот хардовую дичь короче услышать вот если вы типа сейчас с нуля залетайте но для вас вообще идеальный момент как видите мы просто хотим все упаковать в крутой мощный полугодовой курс прям с уничтожением с нуля все короче будем вот такую дичь бомбить вот соответственно что интересует то в этом во всем интересует вопрос вы спрашиваете что делать если ты старичок ну ботать хардовую дичь я тебе накидываю хардовую дичь прошлого года так не делал в этом году хочу то есть хочу узнаете стереть эту линию между егэшной информатикой и олимпиадной информатикой это олимпиадный хочу универсальный курс для диких машин просто будем делать а умнее а ты будешь егэ благодаря этому тащить то есть углубление в кому будет происходить дальше хуже мощнее март мат индукция какая нафиг мат индукция это же егэпом и по математике и по информации что это а мат индукция на самом-то деле имеет отношение к динамической где динамики к динамическому программированию потому что это одно тоже рекурсии декадирование а как насчет более сложных задач на мат индукцию чем то что мы рассматривали в первом полугодии то есть мы последовательно к нам подойдем до от халявных до нужд чего-то прям хардове и к можно ли подготовиться к егэ за год да можно подготовиться к егэ за полгода да можно подготовиться к егэ за три месяца да поэтому все закрывай веб приходи за пару-тройку месяцев до егэ вон перезапуск в апреле в мае будет да чё за два месяца подготовишься ну да не только сдашь фигово ну ты научишься концу мая все решать да будешь ли ты при этом все знать да сможешь ли ты егэ написать нормально нет два месяца тебя будет чувак два месяца это но кстати в начале апреля будут открыты вебы и там будет спрашивать а можно вообще за два месяца подготовиться я буду говорить да можно чувак два месяца давай влетай в последний вагон все такое ну понятно потому что есть две опции первая опция ты ничего не делаешь и начинаешь с нуля в начале апреля это очень плохо и другая опция ты готовишься как-то ну чё-то где это делаешь ну может быть ты не знал про нас и готовился в другой школе вот как-то так как-то полгода прошли вот ты же как-то первый раз меня сейчас видишь да ты получается ну чем-то занимался предыдущие полгода что-то эти дела раньше где-то ну поздравляю что ж теперь ты нашел реально хорошее место для подготовки прям вот такое место где тебя прям подготовят что такое перезапуск при запуск это все с нуля для чего вся идея перезапуска апрельского майского перезапуска не совсем такая же как перезапуск который был вот условно полтора месяца назад это не типа все темы с нуля это не такой же перезапуск как будет январе это совсем другой перезапуск перезапуск который будет в апреле в мае рекомендуется вообще всем чуть ли не обязательный потому что это будет перезапуск где мы все темы будем разбирать очень сжато, очень быстро, очень хардово. Я буду пытаться вас заставить на вебах в апреле, в мае включить думалку просто на максималках. То есть теоретические вебы будут, два теор веба в неделю, но они будут очень быстротечными. То есть темп будет вообще такой, который ты должен выдерживать на ЕГЭ по факту. То есть по сути темы уже знакомы, по сути вы это уже решали. Мы как бы проходим темы заново. Ну те, которые ты там полтора или два месяца назад, последний раз вообще думал о них и так далее. То есть начинается алгебрология, и мы такие вообще по харду, жестко. Ну то есть прям углубляемся в тему, но быстро, жестко. Ну как скоростной разбор варианта, да, только не на 27 разных задачах, а на какой-то одной, по одному типу. Вот что я планирую в апреле в мае в виде перезапуска. То есть это будет такой fast, hard для тех, кто собственно залетел с нуля. Вот сейчас, с января. Ну и для тех, кто вот ботается на весь год и сейчас продолжает. Короче, по-моему вообще мне нравится. Программа, эта программа на два веба в неделю из пяти. Внимание, два, два из пяти. Пять вебов, два из них такие, да? Программирование. Еще один веб в неделю. Один вебинар в неделю. Давайте посмотрим на программу. Что у нас там? Чего? Графы в проге? Мы будем запрогивать графы? Поиск в глубину? Поиск в ширину? То есть BFS? BFS? Серьезно? Это что? Это ЕГЭ или что? Конечно, это ЕГЭ. Просто дело в том, что за полгода люди, которые ботали со мной прогу, стали такими машинами. И вот ты присоединяешься и получаешь вебы в записи, да? И тоже становишься машиной, ботаешь дико. И вот ты готов ботать еще жестче, еще машинистей, еще мощнее. Смотри, что в феврале будет. Жадный алгоритм, длинка, целочисленная арифметика. Это опять тебе к 19-й задачи из ЕГЭ помытьешь. Что будет в марте? Геометрия в проге. Мы будем прогать геому. Это один веб в неделю. Обещанное углубление в пробу. Я надеюсь, что это затронет за сердечко тех, кто недавно писал пробники у нас в марафоне, уже на 90+. Кстати, интересный факт. Отметьтесь-ка в чате, ребят. Кто пишет пробники? Кто из недавних вариков, еженедельных, ну хотя бы один писал на 90+, где-то совсем недавно. Просто покажитесь, что вы вообще существуете, что вот, короче, мы что-то делаем, что-то ботаем. Вот, например, да, может быть, кто-то там соткой похвастается недавний. Влад, шучу. Просто с Владом совсем интересно. Недавно залетел. Ну вот, это люди, которые к середине декабря пишут пробники. А можете еще, те, кто плюсики написали, написать, насколько вы давно в марафоне, чтобы люди поняли, ну за какой период вы пришли к такому результату. Ну из какого стартового значения вы пришли к этому результату. Вот, то есть, типа, вот вы к чему-то приходите, да, и это как бы результат. Но покажите начало. Где вы были и сколько времени прошло. Вот такой микроотзыв, да, знаете, в одно сообщение чисто. Вот с сентября, Александр, например, да, пишет уже на 90+. С сентября, с сентября, с полного нуля, с сентября. Ну вот, типа, можно ли подготовиться за полгода? Да. Нужно ли залетать сейчас? Конечно. Если ты не залетаешь сейчас, а откладываешь на потом, дядь, ну ты теряешь огромный кусок контента, во-первых. Во-вторых, кусок времени, который ты мог его нормально ботать. Не лишай себя удовольствия. Ну что же, ты же не дурачок же, правильно? Апрель-май, перезапуск в Проге. Это я сделаю за два месяца опять ЕГЭшную Прогу. Ну, плотно, быстро, стильно, модно, молодежно. Ну, то есть вообще ничевую такую штуку хочу сделать опять, да. Ну, вы поняли идею перезапуска на Теорвебах. Вот в Проге будет то же самое. За два последних месяца хочу, короче, вернуться от всех этих страшных материй и прийти, собственно, к приземленным штучкам, типа, вот эти вот ЕГЭшка, вот это, вот это программирование там на экзамене, да, бла-бла-бла. Смотрите, какой там красавчик на рисунке торчит еще что-то. О, это лев, что ли. Идем дальше. Так, так, так. Конечно, красавчик, что как? И на этом слайде красавчик. Как же без самовлюбленности? Насчет курсей питона, не питона. Мы пишем на трех языках. Это питон, плюсы и паскаль. Все три языка нас достаточно устраивают для того, чтобы, в смысле, разобраться с уровнем. Че там? Че там у нас? Вторник. Теория. Теория. Два теории веба. Суббота. Один вебинар по проге. Воскресенье. А, разбор варианта ЕГЭ. Так, 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 так. Подождите. То есть у нас три вебинара уже оправданы, да? Получается, что мы сделали? Раз, два. Это что такое? Теоретические вебы. Программирование. Вообще там дичь хард. Разбор варианта. Каждую неделю я даю в домашку целый варик. Авторский мы сами составляем. И разбираю его в конце недели в лайве при вас. Первый раз вижу, показываю, как решать варики. И вы каждую неделю смотрите целый варик ЕГЭ. Разбираете его. Вебинар перезапуска. Хотите, фокус покажу. Короче, берем вебинар перезапуска. Вебинар базовой техники. Что это за вебинар? Это вебинар, который будет посвящен простым вещам. Знаете, такой. Ну, если мы говорим, теорет вебы, там, жесть, хардовое, вообще мясо какое-то. Что там такое, типа, там, вот, говорю, программирующее мясо, там, углубляемся и так далее. Где там вот это вот с нуля курс, там, вот это все. Ну, понятно. Курс, во-первых, выстроен последовательно. Во-вторых, доступ к записям вы можете ботать, как бы, любые записи с тех, которые были за прошлый год. Но записи не так прикольные, как лайв. Вот, короче, берем и называем вебинар базовая техника. Что значит? Один вебинар в неделю мы будем разбирать самые простые алгоритмы для языков программирования. Базовый синтексис. Мы будем разбирать базовую комбинаторику, базовые графы, самые простые вещи, определения, самые простые факты. Максимально разжеванно, максимально подробно. Это будет просто вот, если ты вообще краб, если ты только что выбрался из моря, и вот у тебя клешни, и ты идешь и ешь песок, вот так вот этими клешнями загребая. Вот ты приходишь на базу, и мы, например, разбираемся, почему n бит кодирует 2 в степени n разных вариантов. Почему это именно так? Почему количество способов выбрать 2 скобки из 5, это 5 на 4 пополам. Почему пополам? Почему количество ребер в полном графе на 6 вершинах равно 15? Что такое полный граф? Как посчитать ребра? Как соотнести граф и его матрицу смежности? Самые такие простые вещи. То, что нам максимально нужно для ЕГЭ, то, что нужно каждому знать. Если ты пишешь, блин, на 40 баллов или даже на 40 баллов не пишешь на проходной, да, ЕГЭшку, то как бы тебе очень нужны такие вебинары, да? То есть такой курс, вот прям, кроме основного курса теоретических ребов, которые ты смотришь, пытаешься понять и так далее, вот вещи, которые ты там будешь не понимать, я буду выносить на базовую технику. Причем план такой. Я не хочу заранее планировать, какие темы будут разбираться на базовой технике. Я хочу, чтобы эта базовая техника, вот этот вебинарчик, был максимально живым в плане, чтобы он, получается, реагировал на запросы аудитории. Вот мы разбираем какую-то тему, вы что-то не поняли, и я такой, опа, ближайший веб по базовой технике ставлю вот на такую тему, где я подробно разбираю, как такие вещи, чтобы просто был кусок времени, ну, как, типа, дополнительное занятие после урока в школе, где подробно и ясно разъясняется вот это все. То есть это вот урок для тех, кто с нуля, короче. Так вот, я фокус обещал, правильно? Берем, значит, урок, вебинар по базовой технике, хороший двухчасовой вебинар, хороший. Значит, смотрите внимательно за руками. Я постараюсь не заводить за PDF-ку и не заводить за чат. Так, так, значит, почти не заводили, почти не заводили. Смотрите, два. Вебинара стало два. Короче, это все фигня. Пять вебинаров в неделю? Кого они интересуют, эти пять вебинаров в неделю? Я даже на секунду спрячу презу, чтобы ты мне в глаза посмотрел еще раз. Пять вебов в неделю не интересует. Вот там в чате кто-то написал, что у него шесть уроков информатики в неделю. Шесть, так шесть. Все. Я в честь этого съем мандаринку, а ты поразмысли. Шесть вебинаров в неделю. Два из которых посвящены теории. Прохождение теории с нуля, жесткой. Два из которых посвящены базовой технике. Самые простые вещи. По сути, это теория, но для новичков. А эта теория, но тоже для новичков, но для старичков. Ну такая. Для новичков, старичков. Ну таких среднего возраста. А это вот для совсем молодых. Вот младенцы еще такие. А почему там так? И я такой, потому что так-то, так-то и так-то. Объяснил. Дальше. Один вебинар по программированию с жестким углублением. То есть каждый месяц четыре вебчика, да? Четыре недели. И один вебинар еще с разбором варика. Ну я, короче, хз. Как можно не заботать с шестью такими варь. Шесть вебов в лайве каждую неделю. Двух часов, двенадцать часов информатики каждую неделю, чувак. За месяц сорок восемь часов, двое суток контента генерится тебе просто за... Два года назад я начал вести марафон по информатике. У меня было восемьдесят человек в марафоне. Восемьдесят. С нуля, да? Без рекламы, без всего. Просто вот люди начали потихоньку записывать. На первых вебах в лайве присутствовало по два, по три человека. Это нормально было, записывали. Я проводил один полуторачасовой вебинар в неделю. Мы начали в феврале. Я проводил один полуторачасовой вебинар в неделю. Шестнадцать недель я записывал вебы шестнадцать вебинаров. Я провел шестнадцать полуторачасовых вебинаров. Это сколько? Это двадцать четыре часа, да? Двадцать четыре часа контента вот я провел, и все. И люди сдали иго. И многие очень неплохо так сдали. То есть там соточки были, там что-то типа... по-моему 400 бальник у меня было два года назад вот в прошлом году у меня там типа 11 100 бальников дофига из 300 в этом году у меня уже вот 700 человек уже он куча народа пишет пробники нормально типа типа а сейчас я хочу что 2 за две недели давать тот же объем который раньше я за весь курс кстати по стоимости все абсолютно также это супер дешево ребят ну давайте посмотрим это чуть-чуть куда при заделась надо привезли давайте посмотрите еще посмотрите посмотрите что там дальше все пришло время покупать конечно от скидки потому что скидки мы открываем предпродажу полугодового курса посмотри внимательно на полугодовой курс в честь предпродажи душа середина декабря на полугодовой курс еще не стартовал идет скидосик полугодовый курс стартует 10 января мы начинаем 10 января ну понятно после всего этого вот этого новогоднего до этого мандаринового настроения вот этого всего 60 процентный скидос на весь курс целиком 20 процентная скидка на месяц ну потому что мы хотим продавать весь курс целиком потому что нафиг нам нужен чувак который залетит января потом выйдет он же не запутает он же не погрузится в атмосферу хотя за месяц может уж и и успеть погрузиться но тогда ему придется платить за следующий месяц следующий следующий ну был вариант конечно оставить такого человека без скидки но если он на первый месяц со скидкой залетел решил не покупать годовой курс решил со скидкой покупать первый месяц то наверное 2 надо было отобрать у него скидку ну просто наказать за то что он не доверял мне сразу да но мы решили ладно окей короче скидка сохраняется то есть если раньше работала как ты купил первый месяц и только первый месяц у тебя со скидкой а каждый следующий ты платишь полную стоимость ну потому что карба и отчего надо было сразу годовой покупать то сейчас мы хотим дать вам немножко такой свободы спокойствия покупаешь первый месяц скидка 20 процентов у тебя закрепляется то есть вот и с ней дальше покупаешь на это надо сейчас да сейчас посмотри-ка внимательно посмотри-ка внимательно что происходит позади тарифы прекрасные какие тарифы великолепные ну ты посмотри на цены прекрасно если ты дядь хочешь боты прямо сейчас ну ты посмотрел на меня подумал блин нормальная тема до нового года еще так-то пара недели так-то потом до 10 опять новогодние каникулы хочется не пропустить очень нормально ботать информатику в течение года туда залетай на годовой курс прямо сейчас чё я естественно рекомендую полный курс с куратором который стоит его почему цены уменьшаются в течение года а что все дешевле и дешевле будет что ли годовой курс покупать почему так а месяцев меньше логично логично 11 тысяч 990 годовой курс до и г посмотри внимательно джедай стандартный курс 7200 что включается что не включается онлайн занятия есть записи всех занятий есть 2дз эксперты проверка есть 3дз в неделю по всему правильному материалу и есть 4 сушки месяц нет куратора тоже нет но куратора можно добавить добавить можно можно марафон без проверок взять например и просто обратной связи не будешь получать не куратора нет нет служит нет ни проверок твоих работ не от письменных этот стой какой грустно но ценник то какой ценник этот ценник стоит того чтобы взять такой курс ну ты посмотри 390 это же сколько денег не надо выплатить своих типа 4000 уберешь так это меньше чем блин красненькая купюра 5000 это понимаешь да смысл это меньше чем одна купюра я просто продаете марафон по стоимости меньше одной купюры ты просто посмотри на это курс вот есть например программирование без программирования чуть чуть больше чем одна красненькая купюра а вот марафон без проверок да все темы если отличие подавана от всего остального это отсутствие обратной связи которая кстати стоит того то есть ты подавание по сути являешься зрителем покупаешь вебы ну да окей вот тебя 4000 ты покупаешь доступ к вебинарам на время течение которого ты вот оплатил смотришь их а вот докупаешь еще 3 200 доплачиваешь до полного марафона и у тебя есть экспертная проверка это кстати не хухры-мухры это блин вам вообще-то конкретно вашу прогу в смысле разглядывают красненьким рисуют отмечают пишут и так далее так что это как бы вам не слабо так вот вторая только заряженная залетела думать пора третье уже захавать правильно ты посмотри на эту бомбу пушку смайлики эти взрывающаяся голова у тебя голова еще не взрывается нет вот это у меня уже взрывается я просто уже посмотрел это предложение я пожалуй когда веб закончу пойду марафон куплю как бы может даже не заканчивая веб уже пойду и марафон куплю на площадь слишком круто посмотри еще если прога работает и значит сделано как надо нет артема это неверное утверждение у тебя могут быть ошибки в проге которые ты просто не вычинял с помощью тестинга во первых во вторых ты может быть не понимаешь конкретно в чем твоя программа косячит и смысле что значит работает вообще ты такой типа запустил ее на паре тестов прогнал и все до смысла но если прогнал ее на там на всех 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 возможных тестах то вопросов нет а если написал прогу она у тебя не работает на тестах где-то возьмешь обратную связь как-то вообще научиться прогнать этот слушать например нет еще очень щелчок а что такое щелчок рома про щелчок еще вообще ничего не говорили поговорим тогда и поговорим про щелчок и посмотрим что там будет происходить пока еще ничего не объявлялась на эту тему смотрите еще так так вот мы тут что подумали собственно экспертная проверка все таки вашей подслужки и вот это все это обратная связь история вся эта страшная мы решили что рост интересует не экстенсивный а интенсивный поэтому интересует ограничить количество вступающих маркетинговый ход александр романов короче 101 человек пошел нафиг если это ты то я тебе прям лично говорю пошел нафиг все я с тобой не работаю извините не хочу многовато вас знаете если слишком много новеньких вольется там культура размоется старые ребята в марафоне все понимают шутки какие-то там вот это все вот это а если много новеньких будет то как бы и все новенькие придутся своими там какими-то шутками свой свою библию в монастырь принесут мне нельзя так делать нельзя посмотреть что еще там происходит а как записаться а вот так а берешь и пишешь зима в сообщении групп очень просто зима это твой промо-код чтобы зацепиться а 102 человек тоже 100 человек берем остальные вот 101 вот 102 короче дядь я надеюсь ты насмотрелся на прессу понял что я хочу тебе сказать готов продолжать ботать потому что не готов продолжать ботать то прямо сейчас тогда пошел нафиг даже не буду дожидаться пока ты там запишешься 101 человеком короче для тех кто не понял повторяю медленно подробно и ясно следите внимательно за моими губами когда я буду вам артикулировать то что вам очень важно сейчас услышать купи курс хватит медлить пиши зима в сообщения группы и присоединяйся к марафону хватит уже быть вне марафона это неестественное положение для мозга человеческого надо быть внутри марафона и это единственный по сути шанс для тебя выбраться из той ямы в которой ты оказался и перестань быть начать нормально делать дела вообще бота хочешь успеха или что или ты хочешь чтобы ты сидел на диване ничего не происходило сиди на диване только зима напиши сообщение гриб смотри вебинары себе на диване сидишь развалился я все сделаю за тебя только давай присоединись но не понимаю каждый раз прихожу на открытые вебинары и не понимаю говоришь будем говоришь 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 но кто-то пишет приходит потом на следующие открытые вебинары уже знаете как как какие-то вот как как вампир вгусил и такие до марафон классно мы думали а мы не знали и так далее и пытаются кусать других людей но и дать и люди я не буду ботать я хочу стать плохо но марафон все такие сдай хорошо чувак пойдем с нами у нас вообще все хорошо у нас там блин радуга пони по ней прыгают скитался изо рта летит вообще так все ярко красиво они так и нет я хочу сидеть тут в своем темном сером унылом и так играть у актом блин вообще но потом его затащит и он такой тоже становится таким же довольным потому что реально классно кайфово и потом он приходит на следующий открытый веб и говорит ребят вы реально не слушали там прям кайфово на завито они такие короче куда писать зима посмотрите ссылочки в описании внизу все есть это надо приходить делать итак следующая задача перед игроками две кучи камней игроки ходят по очереди первый ход делает за один ход игрок можно добавить кучу один или четыре камня или увеличить количество камней в кучу в два раза не слишком долго вы разбирать настолько времени от сори хочу чуть более стандартизированную задачу так вот отлично за один ход можно добавить один камень или увеличить количество камней в 4 раза плюс 1 умножить на 4 вот такие у нас есть две дефолтные команды например имея кучу из 10 камней можно получить кучу из 11 камней или из 40 камней предлагается сейчас решить задачу с одной кучей чтобы понять насколько простые задачи реально встречаются на игре то есть мы до разбора разбрали подробно очень хардовую задачу предлагаю разобрать халявных одна куча на примере с одной кучей я поясню словами алгоритм но вы уже скорее всего он у вас в голове прорисовался но сейчас я прямо на этом примере очень четко прояснил горит не для решения любой вообще задачи на игры вначале момент в куча с камней больше либо равно 81 победа изначально в куче с камней что от 1 до 80 то есть одна куча начинаем с камней соответственно 19 задача известно что ваня выиграл первым ходом после неудачного первого хода петь и так поэтому сделал неудачный ход и ваня выиграл какой неудачный ход мог сделать пяти ну видимо умножить на 4 потому что это видимо самое жестко и вани еще раз умножал на 4 выиграл если умножить на 16 больше 3 равно 81 сообщить я пытаюсь сделать самые большие действия 5-го чтобы найти минимальное возможное значение s какие самые большие действия на умножение на 4-й вами activa на 4 получает 100 больше 81 5 на 16 это 80, но это не больше, чем 81 Значит S минимальная, это 6 Поиск решения в 19-й обычно это ничего затруднительного Прочитайте задачу, изи, раскатали, очень просто, очень понятно Тут не особо нужно какую-то супер логику применять, да? Просто решили задачу и все Что касается 20-й задачи Для игры, описанной в предыдущем задании, найдите два таких значения S При которых у Пети есть выигрышная стратегия Причем одновременно выполняются условия Петя не выигрывает за первый ход, но выигрывает за второй Что я сделал в прошлой задаче, что я предлагаю сделать сейчас? Давайте найдем такие S, при которых Петя выигрывает за один ход Нам нужно, чтобы после учетверения результат был больше, чем равен 81 Что там кратное 4 есть, больше 81? 84 Значит кажется число 21 и больше превращается под действием Пети в 84 и больше Что вызывает Петину победу Хорошо, давайте рассмотрим значение меньше, чем 21 Алгоритм такой Я беру сначала, нахожу значения, из которых Петя за один шаг выигрывает А потом попробую отходить от них на один шаг назад Например, значение 20 Это выигрышная позиция или проигрышная? Из нее есть два хода Можно 80 получить, это еще не победа Можно 21 получить Если Петя сделает вот такие два действия, то в этом случае 81 В этом случае 84 Ваня выиграл Потому что надо было хотя бы 81 набрать И Ваня в обоих случаях набрал 81 Получается, это позиция проигрышная для Пети Чудно, помечаем ее минусом Давайте рассмотрим позицию следующую По размеру 19 То есть я нахожу чиселки меньше просто И беру позицию на один меньше, чем 20 19 Из нее Петя может попасть в 20 Следовательно, 19 автоматически является выигрышной позицией То есть я помечу позицию 19 как плюсик Мы нашли проигрышную позицию Вообще говоря, давайте-ка мы найдем сразу еще парочку выигрышных Если я нашел 19, то также позиция 10 является выигрышной Почему позиция 10 является выигрышной? Потому что Петя из нее с помощью А, учетверения, подождите, не удвоение, а учетверения 5 выигрышная Потому что Петя из нее тоже умеет делать 20 А 20 проигрышная Куда бы Ваня ни сходил Ваня проиграет Почему задачи с одной кучкой гораздо легче, чем задачки с двумя? Потому что в задачах с одной кучкой у вас всего два возможных варианта разветвления Не четыре, а два Из этого игра становится в разы проще Давайте решим 21 задачу Там надо найти, когда Ваня выигрывает, но чтобы не за один ход, а за два Мы уже нашли, что 21 и больше это выигрышная для Пети 20 проигрышная, 19 выигрышная, 5 тоже выигрышная Возьмем меньше 19 Рассмотрим 18 Чем 18 интересно? Тем, что если Петя решает учетверить, то он проиграл Потому что слишком много 18 умножить на 4 это 40 плюс 32 72 Если Петя решает прибавить единичку, то он поставил противника в выигрышную позицию Значит Ваня отсюда сможет выиграть Он сходит в 20 Откуда Петя либо учетверяет и делает 80 Либо прибавляет единицу и делает 21 Так или иначе Ваня выиграл Здесь он учетверяет и получает 320 А здесь он учетверяет и получает 84 Ваня выиграл в любом случае максимально просто нарисованное дерево Не правда ли? Вот здесь Ваня выигрывает за один свой ход 72 на 4 это 288 Ваня выиграл за один ход А вот в этой ветке Ваня выиграл за два хода Получается Ваня из позиции 18 Выигрывает за один или за два хода Но не гарантированно за один Потому что Петя мог сходить вверх И тогда Ваня придется делать два хода для победы По сути алгоритм для решения этой задачи Очень просто звучит Мы берем 19 просто быстрым подбором Такое маленькое значение Чтобы два агрессивных хода превысили результат Если Петя должен как краб сходить А Ваня выиграть Еще бывает иногда что 19 задача Просит как раз найти такие значения Чтобы Петя за один ход выиграл То есть то что я сделал в начале 20 Потом в 20 задаче я должен в любом случае найти Вот эту грань после которой один ход Уже приводит к победе А потом начать чуть-чуть ниже этой грани рассматривать Просто на один шаг назад вернулись Вот 20 рассмотрели Проигрышная позиция 19 рассмотрели Из нее можно упасть 20 Значит кстати и из пятерки можно упасть 20 Вот я нашел сразу две выигрышных позиции Ответ в 20 и 5 и 19 В 21 берем сразу после 19 Сразу видим что 18 это проигрышная для Пети Как раз за два хода Ваня выигрывает Получается что так Получается мы умеем решать произвольную задачку Да это одна кучка Но алгоритм примерно такой же Что для одной кучки Что для двух кучек Так что там 16 Подходит 19 Что-нибудь хардовое Убили кого убил Чего кого Так вот Ну с этой задачей разобрались Давайте теперь что-нибудь хардовое И посмотрим на уровень вашего понимания То есть как на уроке в школе Рассказал что-то Объяснил что-то Опять же продал курс А нет подождите На уроке в школе не продают курс А подождите На уроке в школе говорят это Так Сдаем на шторы Вот у нас вместо Сдаем на шторы Значит сдаем на ваше блин будущее На то что ты блин в универ поступил нормально А не в армию пошел Знаешь там Не шататься там По подъезду Вот это вот все Наркомания Вот это знаете С кружкой денег Просить вот так трясущийся Когда ты старик Потому что ты не устроился на работу Потому что в универ не попал Потому что ЕГЭ плохо сдал Потому что курс плохо купил Горбоэ Предлагается не так Предлагается по-человечески По-взрослому А в школе Это у вас на уроках информатики Да продаются Можно пожалуйста это Адрес школы И имя учителя Чтобы мы там заяву накатали На эту всю историю Хорошо Так вот Давайте задачку решим На одну кучку легко Действительно Сейчас подберу Что-нибудь жесткое 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 Чистокое Максимально мясистое Ну вот Сейчас Две бы кучки На такую задачку Нет Не интересует Слишком жестко Давайте вернемся Давайте вернемся В прошлое И возьмем ту самую Жесткую задачу Которую я решил скипнуть Потому что она Погадалась мне Слишком жесткой И все-таки разберем Короче Получается Правда Так 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 Победитель Тот Кто больше Бравен 34 Набрал Это конец Вначале У нас вот так Вот опять Та же самая задача Давайте те же самые Три пункта Быстро раскидаем Проверим Как быстро вы поняли 19-я задача Петя сделал неудачный ход Ваня выиграл Неудачный ход Это очевидно Удвоение 17 не катит 18 катит 9 С равно 9 Преобразуем 18 Преобразуем в 36 Ваня выиграл Очевидно 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 Что для восьмерки Не подходит Очевидно 20-я задача Нам нужно подобрать Такое значение С Чтобы Петя выиграл Но не за 1 ход А за 2 Давайте для начала Польнем Что бы он за 1 выиграл Очевидно 17 плюс И Петя выигрывает За 1 ход Ну, Петя выигрывает 34+, получается все, да, понятно? Давайте теперь посмотрим на значение 16 и начнем с него. Из значения 16 есть вариант сделать 17, есть вариант сделать 18, есть вариант сделать 32. Все они не победные еще пока что, но Ваня сразу выиграет, поэтому 16 это проигрышная позиция, так ее и отметим. Если 16 это проигрышная позиция, то я автоматически знаю несколько выигрышных. Так, если 16 это проигрышная позиция, то я знаю, что 15 это выигрышная, так пощуль нафиг маркер нерабочий, 15 выигрышная, 14 тоже выигрышная и 8 тоже выигрышная. Вот как я умею задачки решать, смотри, а ты умеешь? 15 выигрышная, 14 выигрышная, 8 выигрышная. Почему? Потому что из них можно поставить противника пятенход в 16, и отсюда тоже Петя может в 16, и отсюда тоже Петя может в 16. А 16 проигрышная, прекрасно, значит решили 20, нашли несколько выигрышных позиций, 15, 14, 8. Я думаю, что в 21, в которой надо найти позицию, в которой Ваня выигрывает, ответом будет так, 16, 15, 14, 13 видимо. Берем позицию 13, из нее Петя может сходить в 14, но тогда Ваня выиграл, может в 15, но тогда Ваня выиграл, а может в 26, но тогда Ваня опять выиграл. Смотрите, из 26 Ваня просто удваивает, и получается 52, и он победил. Из 14 и 15 Ваня просто до 16 сгоняет, и тоже выигрывает, потому что дальше любой ход Пети оборачивается для него катастрофой. Значит в 21 задача ответ будет 13. Изи. Ну что ж, плюсик в чат, если вы поняли. Минусик, если нет. Статград мы будем разбирать в конце этой недели. И уж точно не на открытых вебах, но вы что? Разве можно такой контент выпускать в массы, где людишки не ценят, не понимают, не любят? Тоже надеюсь, что на ЕГЭ будет именно такое, и мы сможем мало сидеть над этой задачей. Ну что, я вижу плюсики, я не вижу минусиков. Вы типа умные что ли? Типа делают вид, что умные. Ну понятно, ну понятно, ну понятно. Хорошо, хорошо. Решим задачу. Ну я в этой задаче поставлю требования послабее, потому что сама задача просто вообще мясо. Прямо сейчас изобретаем ее на ходу. Короче, две кучи камней, значит. Две кучи. Можно делать, короче, плюс один, плюс два, умножить на два. Прикиньте, три действия. Вообще мясо, да. У-у-у, все. Ты спекся уже, я уже точно умираю потихоньку. Начинается все с вот такого положения. И, короче, победа наступает, когда сумма превышает 80. Всекаешь, да? 80 это все. Ну и понятно. Девятнадцатая задача будет, как все сегодня. Петя сделал крабий ход, Ваня выиграл. Какой крабий ход сделал Петя? Наверное, умножение на 2. И типа 7, 2с, да? А потом еще раз умножение на 2, наверное. 7, 4с. Наверное, это больше равно 80. Значит, что-то там типа 20, 19, 18, что-то такое. 18 не подходит. 19 подходит. С равно 19. При умножении на 4 оно даст нам как раз 76. Плюс еще 7 даст 83. Это больше, чем 80. Это то, что нам нужно. И 19 подходит. А 18 маловато. Маловато. Двадцатая задача. Давайте найдем, при каких значениях Петин первый ход приносит победу. Ну, самый жесткий первый ход это умножение на 2. Победа приносится, если вторая слагаемость на ней больше равно 73. То есть 74 пополам 37. Короче, 7 и 37 и больше. После удвоения. Петий. Да, тут Петя, тут Ваня. После удвоения даст нам 7 и 74 или больше. Лучшая сумма, соответственно, превышает 80, поэтому является победной. А давайте теперь аккуратненько найдем хотя бы одно значение. В 20-й задаче, в этой моей 20-й задаче, которую я только что сам выдумал, надо найти только одно значение для Петя, при котором он победит. Так, так, так. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Спасибо, что учите нас. Пожалуйста, Нурия. Закидывать всегда такие мандаринки? Такие? Ух, блин! Нормально, мандаринка. Погнали. 7,74, значит. Умножение на 2. Вот такое дело. Значит, Петя выигрывает из такого состояния. Нормально. Ну, понятно. Изи. Дальше давайте. А что у нас происходит, если взять 7,36? То есть я предлагаю взять что-нибудь поменьше на один шаг. То есть не 37, а 36. Ну, это поменьше. Логично? Логично. У нас тут, знаете, сколько вариантов? Три варианта. А тут две кучки, значит, шесть вариантов. Если вы не понимаете правила умножения, идите на базовую комбинаторику. Я там буду объяснять, как работает 3 умножить на 2 и почему это 6. Так вот. И почему, кстати, остатки отделения на 3 это 0, 1 и 2. А также расскажу, как создать массив в Петоне. И при чем здесь 9 восьмых? 7 и 36. Сейчас такие люди, которые вообще не в марафоне, такие, а при чем здесь 9 восьмых? Действительно. 7,36. Ну, понятно, что ко второй кучке плюс 1, плюс 2 и умножить на 2 мы даже не рассматриваем. Не интересует. Потому что она сразу станет 37 и выше. Нафига нам такое вообще в жизни? Не интересует. 7,36. Давайте посмотрим. По сути, я свел 6 действий к 3. То есть, 8,36, 9,36 и 14,36. Можно ли из этих действий выиграть за один ход? Ну, 8,36 при удвоении даст 8,72. Это тоже, это тоже. Ну все, капец. Это проигрышная позиция. Из нее куда ни плюнь, Ваня выиграл. Если я знаю проигрышные позиции, то я автоматически знаю выигрышные. Это же кайфарик вообще. Задача раскидалась. Я даже стрелки не подписывал специально, потому что я умный. И предлагаю найти несколько выигрышных. 7,35, например, является выигрышной, поскольку Петя может свести ее в 7,36. А также 7,34 является выигрышной, поскольку Петя может свести ее в 7,36. А также 7,18 является выигрышной, поскольку Петя может свести ее в 7,36. Надо было одно. Я вообще 3 нашел. Паш, ну я умный. Вот почему. Итак, 35, 34, 18. Все являются выигрышными позициями. Из них Петя может поставить соперников проигрышную, откуда Ваня куда бы ни сходил. Ну вот эти вот три шага. И еще там есть три шага, которые я даже не рассматриваю. Ну ладно, рассмотрю, так уж и быть для вас. Все для вас. 737, 738 и 772. Они все не дают сумму 80, но и Ваня все их делает и проигрывает во всех случаях, очевидно. Ну вы можете сами проверить, что удвоение самой крупной даст нам мощь и победу. Почему мы не делали 737, 737? А зачем? 737, сразу победа, сразу конец. Выиграли, если я вижу 737, я сразу выиграл. Любое число больше 37, я победил автоматически. Зачем мне рассматривать остальные варианты 738, вот это все. Так вот. И что? И все. 35, 34, 18 это выигрышные для Пети позиции. А давайте найдем тогда проигрышную позицию для Пети. Потому что в 21-й задаче нам обычно нужно найти, как Ваня выигрывает. Чтобы Ваня выиграл за 2 или за 1 или что-то такое. Давайте вот смотрим 733, например. Давайте вот такую позицию рассмотрим. Ну понятно сразу, что если из нее делает 734, 5, то он крабоед. Если он делает из этой позиции 735, то он крабоед. Если он делает из этой позиции 766, то он крабоед. В любом случае проиграл. Во всех трех случаях. В этом случае он проиграл напрямую. 766 сразу превратилось в 7132. Вот здесь, ну понятно, все это превращается просто с помощью Ваняных хитрых действий в 736. И мы, соответственно, автоматически победили. Потому что 736 проигрышная позиция. Оттуда Петя куда бы ни сходил, он проиграл. Все, три хода рассмотрели. Но у Пети есть еще ходы такие же с первой кучкой. То есть он может сделать 833, например. Или даже 933. Или, чего уж там, 1433. Вот это мясо. Мясистое. Петя, Петя, Петя. Так, так, так. Вот это уже сложная задача пошла. 21. Думать надо головой. Ну, понятно. 1466 и сумма 80. И Ваня выиграл. Отсюда Ваня выигрывает. 1466. Я, по сути, нашел, что Петя не будет пользоваться вот этими тремя опциями. И вот этой опцией не будет пользоваться, потому что она приводит его к поражению. Вот 833, 933. И, конечно, интересные варианты. Интересующие нас. А как? Как решать-то вообще? Не понимаю. 8 и 9. Это числа. Так, нет, это не тот уровень. Прошу прощения. Не ГП, а я начал тут. Числа нечего. Так, 833, 933. Умножить на 2 не катит. 866 или там 966. Маловато. Маловато будет. Умножать на 2, восьмерку или девятку, это суицид. Вообще, не надо так делать. Прибавить, может, единичечку. Или двоечечку. Может быть, это вот все приводит. Например, может быть, если 8 или 9 прибавить и сделать 1033. Может быть, это приятное положение 1033, а? Ну, вот не себе, а 1033. У нас 2, 1066 еще не понял. Прибавить 1 и уже 1034. Нет. 1033 неинтересное положение. Я думаю, может, как-то эти 2 сразу в одну кучу. Может, знаете, тут двойка прибавить, тут единичка. Нет. Не работает. Вот 1133, кстати, по-моему, интересное состояние. Ну-ка, отсюда, типа, удвоение ведет к тому, что у тебя получается 1166, да? Сумма, типа, там, 70... А, нет, неинтересно. 1233, кажется, интересное. Ну-ка, проверим. Удвоение... Да, блин, опять неинтересно. Да. Вот 1333, первое интересное положение. Так-то. 1333, да? Ну, то есть, 1333, чем интересно? Тем, что это еще не 1433, это еще не победа для игрока, который в этом положении. Но при этом, куда бы он ни сходил, второй по-любому выиграет. Ну, это скучно. Значит, что прибавлять единицу, там, или двойку, к восьмерке, или к девятке, толку мало. Давайте заценим позиции типа 834. Удвоение 34-х приводит 68 плюс 8 еще маловато. Ну, а если плюс 1 к восьмерке сделать, не кайф. Ну-ка, 835. 78. Ну, понятно, можно еще отыграть. Да, походу, Петя в этой позиции выигрывает. Похоже, что Петя выигрывает, и он просто делает вот отсюда. Это, видимо, выигрышная позиция для Пети, потому что он делает 833. Откуда у Вани все шесть возможных ходов, это, ну, понятно, любое удвоение. Это слишком агрессивно Ваня проиграл, поэтому удвоение сразу отбрасываем, остается плюс 1 или плюс 2. То есть, четыре возможных положения здесь, это либо 834, либо 835. Либо 934, либо 935. Ой, что? Либо 933, либо 1033. Вот так. Но все эти положения, куда бы Ваня ни сходил, Петя из них выигрывает, но не за один ход. То есть, тут уже Петя не два хода будет делать, чтобы выиграть, а три хода, прикиньте. Потому что, ну, вот Ваня отсюда сходил. Нигде еще пока умножать на два нельзя, но Петя может, по крайней мере, замедлить игру для Вани. Получается, что значение 33 уже слишком медленное. Типа, если у нас 733, Петя может сделать плюс 1. Куда бы ни сходил Ваня, удвоение это слишком агрессивно здесь, любое удвоение. Типа, брать 833, удваивать там куда-то, сразу Ваня проиграет. Но при этом Петя может играть очень медленно. То есть, если 5 сходил 833, то куда бы Ваня ни сходил здесь, Петя может прибавить единичку, например, к первому значению. И даже удвоение второго при этом не даст победы Ване. Грустно, грустно. Так, а как это делать? Как это делать? А если 35 делать? Ну, что 35? Ну, в смысле, если вы делаете 835, то как бы, если Петя сделал 833, а вы сделали 835, Петя сделал 935, и вы не выиграли. Даже при удвоении 35 вы получаете 970, а это маловато. То есть, Петя может замедлить игру так, что Ваня не выиграет за 2 хода. Есть у меня ощущение, что теперь любое значение меньше 33, Петя может замедлить так игру. Есть у меня ощущение, что я создал нерешаемую задачку. Прикольно. То есть, как будто бы не существует такого значения, с которого Ваня выигрывает за 2 хода. Или оно существует, но не в радиусе вот этих 37, 36, 35, 34, 33, что-то такое. А вообще сильно маленькое, из которого Ваня там не боится удваивать в нужный момент после хода Пети. То есть, чтобы после удвоения получалось какой-нибудь 736, знаете. Вот, например, 717 какое-нибудь значение вот такое возьмем. Вот не 18, а 17. И вот чтобы, если один ход Пети будет 718, то Ваня сразу удвоил и получил 736. И дальше уже на любой ход Пети умеет реагировать победой, да. Куда бы Петя не сходил, мы выиграли. Прикольно, прикольно. А что, если Петя не 718 сделает, а 734? Типа, не прибавит единичку, а удвоит. Ну, тогда мы все равно сделаем 736, потому что плюс 2 просто сделаем. А что, если Петя не прибавит единичку, а прибавит двойку и 719 сделать? Вот тогда мы в замешательстве, потому что 738 многовато, 1419 фигня какая-то. Похоже, что в этой задаче не существует такого в 21 пункте. Можно просто попытаться найти позицию, в которой Ваня выигрывает. Если 733 это выигрышное для Пети, то есть мнение, что какое-нибудь 733, 34, 35 это все выигрышное. Ну, наверное, 32. Ну, то есть, так потихоньку перебирать, да. Короче, хардовую задачу придумал и решать не хочу. Передумал. Мандаринку лучше поймем. Так, аэр есть мандарин 10 часов смотреть бесплатно без регистрации. Напишите, пожалуйста, в чат, поняли ли вы что-нибудь про игры из этого ГЭБа. В смысле, дорешивать задачу это не такая психологическая штука, да. Но, походу, там просто нет решения. И мне сейчас... Что нужно в 21? Как обычно, Владислав, найти такое значение, чтобы Ваня выигрывал за два хода. Я имею в виду, я составил задачу на ходу со стандартными условиями. Кажется, в этом условии просто нет решения для Вани за два хода. Я просто не хочу это сейчас формально доказывать. То есть, мы просто вспотеем сейчас за несколько, там, десятков минут у доски. И при этом не придем к никакому чувству удовлетворения. Мы просто придем к тому, что в рандомной, составленной мной задачи не существует решения. Кажется, такую задачу разумнее. Через прогу прогнать, убедиться, что у меня решения нет и не давать ее в домашке. Вот, логично, логично. Вспомнил все, что знал. Красава. Что? Из 7.36 нельзя ведь выиграть сразу? Так не сразу. 7.36 проигрышная позиция. Если ты поставил противника в 7.36, то куда бы враг ни сходил, я выиграю. О, спасибо, Владислав. Я знал, что у меня в марафоне есть машина, ну. Ну что ж, друзья. Мандаринка кончилась. А значит, и стрим тоже кончается. И время у тебя кончается, отведенное тебе на подготовку к ЕГЭ. И вообще отведенное тебе на этой земле. И подумай, как ты хочешь провести оставшееся время, отведенное тебе на этой земле. Как бомжара просто, сидя на вокзале. Вот так вот. Типа, плохо. Типа, болит. Типа, алкоголик. Вот это все. А ты знай, именно такое будущее тебя ждет, если ты не возьмешься за голову и не начнешь качать ее знаниями. Начинай качать голову. Если ты до сих пор не начал качать голову, и качать заниматься фигней, то начинай качать голову и заниматься фигней. Вот. Все. Сформулировал. Потому что я умный и могу формулировать предложение. Смотри, там в чате дичь какая-то происходит, там слова какие-то, там люди пишут, там все. Вот это все надо делать. Это все не просто так. Это конкретное руководство действия. Берешь и делаешь. Я еще раз покажу. Ты, наверное, не понял просто. Надо тебе еще раз показать. Ты не понял, наверное. Смотри, внимание. Смотри. Зима. Пишешь в сообщении группы. Смотри. Сто мест. Ты не понял. Смотри еще. 20% смотри. Скидос закрепляется. Цены, смотри, какие великолепные. Скидки смотри на полгода выгур. Короче, чувак. Так. Что я хочу сделать? Что я хочу сделать? Я хочу вот тут вот. Вот тут вот. Написать. Добавить комментарий. Вот так вот. Берем. И, значит, берем карандаш. И мышкой так пятерку зачеркиваем. Помните, я когда-то в начале года так четверку зачеркивал и писал пятерку? И пишем шесть. Все. Вот теперь хорошо. Шесть вебов в неделю. Понятно? Ясно тебе? Ясно? Мы боремся со злом, понимаете? С темной стороной. И у нас прибыло в нашем полку. Мы мощные, потому что. Мощные! Все, шесть. Шесть занятий. Что вы думаете, я фокусник? Просто так, что ли, фокусы показываю? Да, шесть занятий. Сделаем шесть. От слушек оставим четыре, а занятия сделаем шесть. Два теоретических. Два перезапуск базовой техника. Один по программированию, один с разбором КГ. Как тебе такое? Даже в прошлом году не было такой дичи. Шести вебинаров в неделю было пять. И пятый был часовой базовой техники. А сейчас у нас КГ-разбор трехчасовой. Не двух, а трех. То есть на самом деле это не двенадцать, это тринадцать часов вебинаров в неделю. Тринадцать часов. Ты понимаешь, сколько ты со мной времени проведешь, да, в ближайшие полгода? Тринадцать часов, давай копчем. Январь, февраль, мау, добрый, мау, это пять месяцев, пять месяцев, это пять на тридцать, сто пятьдесят дней, сто пятьдесят, делим на семь. Двадцать один, двадцать на неделю. Двадцать на неделю умножаем на шесть, на тринадцать часов. Двадцать один на тринадцать, это двести десять плюс шестьдесят три. двести семьдесят три часа с александром романовичу 273 часа я продаю тебе 273 часа своего времени за сколько за сколько давай посмотрим чё-чё-чё-чё за три тысячи девятьсот девяносто рублей так три тысячи девяносто рублей делим на 273 часа ну давайте для удобства разделим двести пятьдесят четыре тысячи девяносто шестнадцать рублей за один вебчик 16 рублей за веб короче чувак предлагается залететь на годовой курс и платить 16 рублей за каждый вебинар вот сейчас веб по теории игры прошел как по-твоему он стоил 16 рублей не ну типа типа ты ты узнал пользы на 16 рублей или лучше бы пошел и купил бы наш нас вы что что можно купить на 16 рублей что сегодня можно купить на 16 мне кажется мороженку даже уже нельзя на 16 рублей купить я в детстве покупал мороженое за там пять-шесть рублей но это было мое детство оно было давно несколько тысяч лет назад мороженое еще было такое знаете просто куски льда из ближайшей реки просто вырезали на телеге везли вот если она не успевала расставить вот мороженое чё 16 рублей за вебинар серьезно чувак а если еще записи посчитать там еще в два раза меньше 8 рублей за веб за 16 рублей купил бы лучше доширак чем теорию игр серьезно так все это банк короче шутки шутками а такие вещи тут говорить нельзя у нас понимаете демократия с свободой слова но слова надо подбирать которые говорите понимаете временно вас исключу пожалуй так вот кирешки или вебинар короче прикинь двух часов веб это же блин чё это дешевле чем подписка на netflix мне кажется это мне кажется типа ты можешь вебы смотреть дешевле чем сериалы никогда еще выбор в пользу саморазвития не был так просто просто что берешь покупаешь марафон и все пишешь зима сообщение групп так короче чувак кажется дешевле может быть 16 рублей за веб только может быть мандаринка которая только что съел или вот бесплатная вода вкус бесплатного обожаю как ты наверное обожаешь открытые вебы да но понимаешь когда-то я умру и ты придешь на мои похороны скажешь вот хороший был преподаватель не я конечно не купил его курс я конечно у него не занимался и тут почувствуешь вину ай сердечки так потому что я же говорил тебе покупай мой курс занимайся у меня а потом ты такой подумаешь блин чё же я у него не занимался ты какого вот пропустил вот это вот период самые главные годы моей жизни упустил упустил выбрал кириешки вместо вебинара выбрал скины в кс го и блин короче дядя я все сказал теперь решение за тобой иди общайся с мамой общайся с папой посоветуйся с котом обязательно без кота и жизни то и все и принимай решение волевое сильное берешь и пишешь зима в сообщении группы все план такой пока гос